Итак, здравствуйте, уважаемые соратники! Начинаем наше четвертое занятие в Народном университете здорового образа жизни по методу Геннадия Андреевича Шичко. Курс посвящен коррекции зрения по методу Шичко-Бринца. Это курс общего оздоровления и избавления от вредных привычек. Откройте конспекты, напишите четвертое занятие и напишите тему массаж глаз. Массаж глаз. По старте тире и напишите прекрасное упражнение для восстановления зрения. Прекрасное упражнение для восстановления зрения. Особенно при близорукости и астигматизме. Особенно при близорукости и астигматизме. И для профилактики глаукомы и катаракты. И для профилактики глаукомы и катаракты. Я вам сейчас покажу, как делается массаж глаз. Потом мы запишем последовательность, а потом все вместе сделаем. Тремя пальцами средними круговыми движениями массируется лоб. Вот так вот. Потом лоб подглаживается. Тремя пальцами массируются брови. Особенно посреди бровей. Вот здесь есть зарубочка, ямочка. Найдите все. Через нее проходит зрительный нерв. Прямо на бровях вот здесь вот. Проходит посредине бровей. Проходит ямочка такая небольшая, зарубочка на бровях на костюм. Через нее проходит зрительный нерв. Массируется, подглаживается. Двумя пальцами массируются височки полукруговыми движениями. Поглаживается. Потом тремя пальцами массируется верхняя скула под глазами. Тоже подглаживается. Потом указательными пальцами массируется пазу. Ну а у нас дрель вот эта вот массируется, пазука у нас дрель. Поглаживается. Потом средними пальцами вот так нос переносится, массируется. Поглаживается. Потом ухо. Перед ухом вот здесь есть ямочка на конце щек. Она массируется. Потом шишечка, козелок. Отверстие. И вся ушная раковина. И за ушами мягенькое место тоже массируется. И наконец шея сзади. Две мощные мышцы от спины к голове массируются. После этого начинается собственно массаж глаз. Двумя пальцами вы закрываете глаза, накладываете на верхнее веко, нажимаете, вдавливаете и вибрируете вперед-назад. Нажать, повибрировать, вперед-назад. Значит, что мы с вами делаем? У людей, особенно близоруких, у них очень сильно вытянут вперед глаз. И когда мы нажимаем, а вытянут он вперед за счет того, что сильно напряжены косые мышцы глаз. Сдавили глаз у близоруких людей косые мышцы. Вот они его сдавили сверху, снизу, и он вытянулся. И вот когда мы закрытый глаз надавливаем вот сюда вот пальцем, мы что? Глаз-то у нас жидкий, правда? И мы принудительно вот эти косые мышцы растягиваем. И поэтому мы надавливаем, сильно надавливаем, чтобы пальцы чувствовали глаз, и вибрируем вперед-назад. Еще раз повторяю, вот так тереть глаза нельзя. Вы их разотрете, и они у вас заболят. А вот нажать и повибрировать вперед-назад, именно туда, к затылку, очень полезно. Мы тем самым принудительно, особенно у близоруких, растягиваем косые мышцы глаз. Потом, сбоку, снаружи, средними пальцами подводим снаружи, из уголков глаз нажимаем снаружи на глазик и тихонько повибрировать. Нажать, повибрировать. Потом двумя пальцами нижнее веко, вдавливаем глазик снизу и повибрировали. Нажать, повибрировать, нажать, повибрировать. И, наконец, изнутри, вот переносицы. Подводим, 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 и там, где сходятся веки, по утрам что-то накапливается, отсюда на глазик нажали, повибрировали. Вот мы с четырех сторон глазик прошли и прогассировали. А теперь четырьмя пальцами, большой снизу, три сверху, защипываем целиком глазик и помяли его, повибрировали, поулучшали кровообращение. Потом указательным пальцем правой руки на правом глазу астигматичную точечку нажать, повибрировать. Далее вам глазу астигматичную точечку нажать, повибрировать. Потом глазки крепко зажмурить и в сторону развести, раз, китайский зажмурить, вверх китайский зажмурить и вниз. Вот и весь массаж глаз. Давайте все запишем. Итак, первое. Тремя пальцами лоб. Первое. Тремя пальцами лоб. В скобочках погладить. После того, как мы мастируем, погладить. Тремя пальцами лоб. Второе. Тремя пальцами брови. Тремя пальцами брови. Третье. Двумя пальцами виски. Четвертое. Тремя пальцами в верхнюю скулу под глазами. Тремя пальцами в верхнюю скулу под глазами. Пятое. Указательными пальцами пазухи у нострей. Указательными пальцами пазухи у нострей. Пазухи у нострей. Указательными пальцами пазухи у нострей. Шестое. Средними пальцами нос переносится. Средними пальцами нос переносится. Седьмое. Ухо и за ушами. На любые. Ухо и за ушами. И восьмое. Шею сзади. Восьмое. Девятое. Двумя пальцами верхнее веко. В скобочках нажать, повибрировать, вперед-назад. Двумя пальцами верхнее веко. В скобочках нажать, повибрировать, вперед-назад. 10. Средними пальцами снаружи, с уголков глаз. 11. Средними пальцами изнутри от переносицы. 13. Средними пальцами изнутри от переносицы. 13. Четырьмя пальцами глазное яблоко. 13. Четырьмя пальцами глазное яблоко. 14. Указательным астигматичную точку. Четырьмя пальцами глазное яблоко. 14. Указательным астигматичную точку. Астигматичные точки. 15. Зашмурить тире китайские глазки. Три раза. 15. Зашмурить тире китайские глазки. 15. Зашмурить тире китайские глазки. 15. Зашмурить тире китайские глазки. Ну а сейчас давайте сделаем все массаж глаз. Итак, сделали на меня центральную фиксацию. Поморгали, 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 посмотрели в мою сторону. Поморгали, поморгали, более пристально на меня, поморгали, скажем, на микрофон. Сделайте центральную фиксацию на новую проверочную табличку. Посмотрели просто в район доски, поморгали, поморгали. Потом на белую, белое пятно этой таблицы поморгали. И верхнюю строчку, слово «дать». Кто видит буквы, может на букву «Т» или на мягкий знак сделать центральную фиксацию. А сейчас давайте сделаем массаж глаз. Потерли все руки на тепло. Отрихнули и начинаем. Тремя средними пальцами вот такими круговыми движениями массируем лоб. Круговыми движениями помассировали лобик, помассировали, погладили лобик, погладили. Теперь тремя пальцами этими же массируем брови. Брови массируем, брови, брови. Вот волоса над глазами растут, вот-вот, а вот это брови. И пальчик средний поставили на ямочку на бровях и помассировали. Так, погладили, поморгали. Теперь двумя пальцами полукруговыми движениями височки помассировали. Быстро не надо. Любой массаж делается в ритме сердцебиения. Помассировали височки, погладили, поморгали. Теперь тремя пальцами верхнюю скулу под глазами, вот эту косточку под глазами. Ее помассировали в верхнюю скулу, помассировали, погладили, поморгали. Теперь указательными пальцами пазуху у нас дрей. Вот эту вот пазуху. Помассировали ее, помассировали пальцы в нос. Не надо совать рядышком. Вот. Погладили, поморгали. Теперь средними пальцами, вот такими движениями, нос переносицу помассировали. Нос переносицу помассировали. Погладили носик, поморгали. Теперь к уху перешли. Вот на щеках, перед самыми ушами, на щеках, вот на конце щек, здесь есть ямочка. Ее нашли и помассировали. На щеках ямочку помассировали, перед самым ухом. Так. Теперь дальше шишечку помассировали, козелок, шишечку на ухе помассировали. Отверстие помассировали. Отверстие. И всю ушную раковину помассировали, помассировали, ушную раковину, мочки, все. И за ушами мягенькое место тоже взяли, помассировали. И, наконец, шею сзади помассировали, помассировали шею сзади, помассировали, поморгали глазками. А сейчас давайте все сделаем пальминг на уши. Делается он следующим образом. Трёте руки до горяча, быстро-быстро, вот чтоб горячие руки стали, до горяча. Потёрли, потёрли, потёрли руки и на уши себе хлоп и надели. Трёте руки до горяча. Сняли. Вот если у кого-то есть проблемы со слухом, уши болят, у кого-то дома кто-то плохо слышит, 3-4 раза в день делать полный массаж вот этого места и делать пальминг на уши. Но надо стараться, вот вы не совсем правильно сделали, чтобы дырочки ушей, отверстие, попали точно в центр ладони. Потому что отсюда идёт самое сильное излучение, чтобы в центр ладони попадали этот самый. И слух у человека ухудшается. То есть это уже проверенный вот пальминг на уши и массаж всего вот уха и что вокруг него помогает. А сейчас, собственно, массаж глаз начинаем. Потёрли ещё раз, учитывая тепло. Убивали микробов до 45 градусов, но коррекционно отрекнули. И начинаем, собственно, массаж глаз. Двумя пальцами глаза закрываем, накладываем на верхнее веко. Нажали, вдавили на глазик и повибрировали вперёд-назад. Нажать, повибрировать. Нажать, повибрировать. Вперёд-назад. Так, поморгали. Ну не надо, как нарколог вчерашний давить-то. То есть не до поли. Но вы должны чувствовать пальцами, что вот он у вас глаз. Вы его нажали, вот он чувствуется под пальцами. Но больно быть не должно. Теперь средними... Снова не надо. Теперь средними пальцами подводим сбоку. Подводим, подводим, подводим. С уголков глаз снаружи. Глазки закрываем и снаружи тихонько нажали, повибрировали. Нажать, повибрировать. Снаружи. Так, повибрировали. Поморгали, глаза закрыты при этом. Поморгали, поморгали. Хватит. Три раза много не надо. Теперь двумя пальцами нижнее веко, снизу глазик вдавили. И вперед-назад повибрировали. Нажать, повибрировать. Нажать, повибрировать. Поморгали, поморгали. Хватит. Много не надо. Иногда может чуть потемнеть в глазах, если сильно нажмете. Иногда слезка может выйти тоже. Но это ничего страшного нет. Скрепит глаз, значит, по маске не хватает. Улучшится. Так, паскет закапнуть туда машину надо. Так, а теперь вот мы средними пальцами подводим изнутри. Вот переносицы. Прямо к носу подводим, накладываем на глазик. На глазик нажимаем и вибрируем. Прямо на глазик нажать и повибрировать. Изнутри. Вот переносицы. Так, поморгали. Нет, не на нос шлем, а на глаз шлем. На сам глаз шлем. Вот так вот. Подводим. Вот так вот. Вот на глаз. Понятно? А вы на глаз шлем. Так. Так, поморгали, поморгали все. А теперь четырьмя пальцами. Большой снизу, три сверху. Ну-ка сделайте вот так вот, как защипнуть что-то. Да не, не так, как они. Крутые, да? Вот, чтобы ущипнуть можно было. И вот ущипнули себя за глаза, защипнули глазики. И со всех четырех сторон помяли, помяли. Как гуси себя за глаз пощипали. Четырьмя пальцами. С четырех сторон. Так. Поморгали. Хватит. Поморгали. А теперь указательным пальцем правой руки на правом глазу на закрытом. Нажимаете на астегматичную точечку и повибрировали. Нажать, повибрировать. Нажать, повибрировать. Представьте, что у вас глаз из пластилина. И он в одну сторону случайно оказался выйдут. И вы с этой стороны нажмете и повибрировали, чтобы он снова стал крупным, симметричным. Понятно? А теперь на левом глазу, левым указательным пальцем, астегматичную точечку нажать и повибрировать. Нажать, повибрировать. Прямо на глазик жмем. Не на кость, а на глазик. Прямо на глазик. Астегматизм в глазу, а не в кости возле глаза. Вот, 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 вот. Так. Полезненность. Что? Нет, 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 нет. Полезненность. Просто у вас когда-то, наверное, была немножко надорвана мышца, где прикрепляется к глазу. И в этом месте у вас и получилось, а травма, астегматизм небольшой, вы нажимаете. То есть поэтому вообще полезности быть не должно. И, наконец, глазки все зажмурили крепко. И в сторону раз развели китайские. Зажмурили и вверх китайские. Раз. Зажмурили и вниз. Ну, если какая ресничка попадет, чтобы она вышла. Все. Поморгали, поморгали. А сейчас, о, какая дурная привычка. Очки сразу на глаза. Я же не велел снимать очки. Очки не надо. А сейчас близорукие очки не надевают. Кстати, вот обратите внимание, после массажа глаз действительно лучше. Потому что мы его промассировали, глаз становится более круглым. Зрение действительно улучшается. Так? А сейчас запишите все тему. Чудо голодания. Чудо голодания. И запишите фамилию одного из авторов этой методики. Замечательный американский профессор. боль брек. Боль брек. Боль брек. Боль брек. Я вам, соратники, на втором занятии уже говорил о том, что человеку, для того, чтобы быстро восстановить здоровье и зрение, очень важно очистить свой организм от различных шлаков и ядов. И мы с вами уже начали очищать организм от шлаков и ядов. Ну, переход на раздельное питание. Мощнейшая очистка. Очистка кишечника. Мощнейшая очистка. Скажем, обливание по системе иммонова. Мощнейшая очистка начинается организма. Но для того, чтобы быстро восстановить зрение, человеку необходимо очистить клетки мозга и клетки глаз. Почему наши клетки накапливают шлаки и яды? Послушайте внимательно мою логику. Вот представьте, что человек покушан, пусть даже раздельно. Пища у него в желудке переварилась, в 12-перстной кишке расщепилась на питательные вещества. В том, как кишечники питательные вещества начали всасываться в кровь. И у человека кровь стала сытой. Сытая кровь. И эта сытая кровь, насыщенная питательными веществами, разносит питательные вещества по всем клеткам нашего организма. Вот я куда себя булавочкой не тну, выступит капелька крови. Значит, сюда приходит кровь и приносит питательные вещества. Согласны вы, Светлана? Но, к сожалению, помимо питательных веществ, в кровь поступают также различные шлаки и яды. Как правило, это из пищи, из воздуха, которым мы дышим. И кровь сытая захватывает эти шлаки и яды и тоже их разносит по всем клеткам организма и внедряет в клетки нашего организма вместе с питательными веществами. И клетки наши начинают накапливать эти шлаки и яды. Начинают клетки зашлаковываться. И это зашлаковывание нарушает их нормальную, правильную работу. А теперь смотрите дальше. Вот человек покушал. Пища перевалилась, расщепилась, усвоилась, начала тасываться в кровь, он входит довольный. Но где-то часа через 4-5 после приема пищи у человека вдруг начинает что? Сосать подложечки. Да? Даже такое придумали. Сосало подложечкой. А что значит сососало подложечкой? А это значит, что кровь стала голодной, питательные вещества в тонком кишечнике кончились, и вот эта голодная кровь дает сигнал в мозг. Парень, беги, снова заправляйся, кончились питательные вещества. И человек бежит, открывает холодильник и набивает живот опять, чем ни попадя. А представьте ситуацию, что у человека сососало подложечкой, а он вместо того, чтобы бежать в холодильник, взял и просто выпил стакан чистой воды. Что будет дальше? Кровь у человека голодная, питательных веществ взять неоткуда. И вот тут, соратники, в организме человека запускается великий обратный процесс. Вот эта голодная кровь начинает рыскать по всем клеткам нашего организма, забирать, вытягивать из клеток шлаки и яды, и через мочеполовую систему выводить их наружу. И вот этот вот процесс сознательного отказа от приема пищи называется в науке лечебным голоданием. То есть очистки организма на клеточном уровне путем сознательного отказа от приема пищи. Поэтому все, пожалуйста, запишите. Лечебное голодание Лечебное голодание Это единственный способ очистки организма на клеточном уровне. Единственный способ очистки организма на клеточном уровне. В том числе клеток мозга и глаз. В том числе клеток мозга и глаз. Поставьте тире и напишите. Голодная кровь Голодная в кавычках Голодная кровь Выводит из каждой клетки нашего организма шлаки и яды. Выводит из каждой клетки нашего организма шлаки и яды. Шлаки и яды. Вот, глядя на меня, соратники, очень трудно себе представить, что я в детстве и в молодости был очень хилым и очень болезненным человеком. В пятом классе отца моего по службе перевели в Среднюю Азию. И как только мы туда переехали, я тут же заболел тяжелейшей формой гепатита, желтурой. Три месяца я лежал в больнице, лежал без сознания. Меня кое-кое-как выходили, выписали с такой установкой. Больше ложки ничего не поднимать и есть как можно больше сладкого. И я такого беса в себе сладкого раскормил, что потом только по методу Шичко от него и избавился. И начались все мои в жизни беды. Напала какая-то апатия, нежелание ничего делать. То есть заставить себя что-то сделать, это надо было приложить неимоверные усилия. Какая-то напала сонливость, болезненность. В общем, я жил и жизни совершенно, как говорится, не радовался. И к 25 годам я стал самым настоящей старой развалиной. Я бы до этих лет точно никогда бы не дошел, я это уже точно знаю. И тут как-то вечером жена принесла мне в папочке самый старт. На папиросной бумаге отпечатанная книжка. Говорит, мне тут на два дня дали, вот почитай, тебе будет полезно. Я открываю и читаю. Написано, Кольбрэн, чудо голодания. Читаю, Кольбрэн пишет, что мы живем в отравленном мире. Не то едим, не тем дышим, не ту воду пьем. Эти шлаки и яды через кровь попадают в клетки. Клетки начинают накапливать шлаки и яды. И у человека наступает так называемая пищевая интоксикация. Пищевое отравление. И симптомы этого отравления следующие. Это апатия, сонливость, болезненность. Я читаю, у меня вот такие мурашки по спине поползли. То есть все мои хвори он там написал. А дальше он пишет, что единственный способ очистить клетки организма от накопившихся шлаков и ядов и заставить их снова нормально работать, это сознательный отказ от пищи хотя бы раз в неделю, хотя бы на 24 часа. Интересно, думаю, дай-ка, дай-ка, буду дальше читать этот самый книгу. А я схватил авторучку, тетрадку, это было 25 лет назад, в 1975 году. Никаких тогда ксеропсов-то не было. И я давай какие-то там основные мысли записывать, выписывать себе все, все пишу, пишу. И где-то часам в 2, а был четверг вечер, четверг был вечер. И часам в 2 ночи я наконец принимаю командирское решение. Все, буду голодать. 3 дня, 3 дня голодаю, никаких гостей. Не лег спать. Утром проснулся, первая мысль, которая меня как проснулся, я сегодня голодаю. О, схватил портфель, подмышку и на работу. На работе хожу, голодаю, голодаю. Через час есть захотелось. Открываю книжку, читаю. Если много шлаков выходит, будет есть хотеться. Это как у пьяницы похмелья, как у курильщика желание курить. То есть так и у обжора, так сказать, похмелья обжорная, ему хочется есть. Ну, все по науке. Дальше голодаю. Часам 12 голова начала попаливать. Читаю. Если много шлаков, то будет голова попаливать. Ну, все, хорошо. Вечером прихожу домой в пятницу с работы и жене заявляю. Все, голодаю, голодаю 3 дня. Жена, да ты что? Да ты же помрешь. Да ты хоть полдня поголодай. Вечно ходишь, жуешь. Нет никаких 3 дня и все. И опять сел я переписывать эту книжку. Все, сижу, пишу, пишу. Часов до двух опять ночи писал. Тяжело. Вроде все. Сморило меня и лег спать. И в субботу утром со мной случилось первое в жизни чудо голодания. Я впервые за 15 лет сам проснулся в 7 утра в субботу. И спать не хочу. Есть хочу. Спас у меня. А спать не хочу. И лежать не могу. Я и встал. И давай ходите туда-сюда. Жена глаза вытаращила, но заболел все. Ну в субботу встал. Заболел точно. В общем, кое-как я перекантовался эту субботу. Ходил, дышал, воду пил. Все. Лег спать, значит, в воскресенье. В воскресенье опять утром проснулся. Спать не хочу. Есть хочу. Но тут жена и маленькая дочка встали на колени. Помрет кормилиц. Помрет точно. Решил себя голодом заморить. Ну и они меня уговорили. Я вышел из голодания. Съел живых продуктов. 400 грамм. Взял морковку, яблоко, кусок свежей капусты. Все это перетер. И вот вы знаете, соратники. Вся моя жизнь физическая разделилась ровно на две части. До того, пока я не знал этого очень простого и эффективного механизма и способа очистки организма на клеточном уровне. Я очень быстро угасал и умирал. Я говорю, я точно до этих лет бы не дожил никогда. И я себя с помощью лечебного голодания вытащил просто из глубочайшей пропасти нездоровья. Кстати, Поль Брек в своей книге пишет, что всякий раз, когда вы надумаете голодать хотя бы 24 часа, всю мочу, которая из вас выходит, берите на анализ для себя. Чтобы вы сами видели, что из вас выходит в день голодания. Ну, когда в четверть вечером я это прочитал, я тут же побежал в туалет. Из меня вышла идеально прозрачная водичка. Никаких там шлаков, ядов не было, потому что я только что крепко поушал. В пятницу я целый день пил чистую воду, а из меня, к моему величайшему изумлению, пошел крепко заваренный чай. Я в бутылочку это все, у меня там в туалете сверху ящик, и в ящик туда, так сказать, анализы ставлю. На третий день, в субботу, ну, на второй практически день голодания, с меня пошла моча, ого, ого, какая, и густая, и с каким-то запахом неприятным. А в воскресенье, когда я разговелся, съел вот эти живые продукты, а живые продукты обладают свойством еще на себя взять часть шлаков ядов, с меня вышло, ого, ого, что, я в бутылочку и туда тоже в ящик. И забыл. А через неделю снова голодать. Я вспомнил, у меня же там анализы стоят. Я полез посмотреть, я чуть со стула не упал. В первой бутылочке, как слеза была, так и осталась. Открыл, выдал бутылочку, помыл, все нормально. Во второй бутылочке, крепко заваренный чай. Я открыл, запах неприятный, вылил бутылочку, помыл, все нормально. В третьей, вы знаете, в третьей бутылочке была такая болотная, серовато-зеленовато-желтоватая мутная жижа. Я открыл пробку, запах настолько жуткий, что я заткнул вместе с пробкой и с бутылкой выкинул. Но в четвертой бутылочке, глазам не поверил, Среди этой мутной болотной жижи, вот такой вот комок черной лохматой слизи плавал. С меня за мои первые три дня голодания столько вышло гадостей. Я у себя на курсах еще ни одного человека не встречал в таком предсмертном состоянии, в котором я находился в свои 25 лет. Ну и с тех пор, я говорю, я регулярно, так сказать, применяю этот способ восстановления своего здоровья, очистки организма на клеточном уровне, и это очень сильно мне помогает. А сейчас все запишите. Домашнее задание. Домашнее задание. И заголовочек такой напишите. План на завтра. План на завтра. Домашнее задание. План на завтра. И давайте все напишем себе план на завтра. Пишем все. Завтра у меня праздник души и тела. Завтра у меня праздник души и тела. День лечебного голодания. Завтра у меня праздник души и тела. Пишем, пишем все. День лечебного голодания. Поставьте тире и напишите. Я буду очищать каждую клеточку своего драгоценного организма. Я буду очищать каждую клеточку своего драгоценного организма. От алкогольных все пишем. От алкогольных все пишем. Каждую клеточку своего драгоценного организма. От алкогольных, табачных все пишем. Даже если вы не курите, нас постоянно обкуривают. И на остановке, и в туалете, и в лифте, и в кабинете. Мы этой гадости совсем много. От алкогольных, табачных, пищевых и экологических шлаков и ядов. Вечером я выйду из голода с помощью живых продуктов. В скобочках не более 400 грамм. Не более 400 грамм. Кстати, 400 грамм – это разовая оптимальная емкость желудка человека для твердых продуктов. Если более 400 грамм, то желудок растягивается и нарушается его нормальная функция механизма. А вот 400 грамм твердых продуктов – это самая оптимальная емкость для желудка человека. Сейчас я все расскажу. Вопросов пока не задаем. А сейчас, соратники, все вот эту установку, план на завтра, жирно выведите, обведите у себя жирно в конспекте, чтобы она вам в глаза постоянно бросалась. Обведите жирно в конспекте эту свою установку, да? План на завтра. Выделите его аккуратненько так. Выделили все ее в своем конспекте в эту установку. И внизу написали. И внизу написали. Эту установку Выучить наизусть. И завтра Выучить наизусть. И завтра Повторять целый день вместо еды. И завтра повторять целый день вместо еды. Так вот соратники. Завтра У меня на курсах все На пятый день соратники Проводят пробное, лечебное, очистительное, суточное голодание. 24-часовое голодание. Как оно у вас будет проходить? Послушайте меня внимательно. Сегодня придете домой после занятий. Поужинаете. Все дела сделаете. Выполните домашнее задание. И ляжете спать. Ложитесь спать. Завтра утром проснетесь. Не завтракайте. Возьмите бутылку пластиковую. Вот эту полуторалитровую. Наберите туда охлажденной кипяченой воды. И эту воду с собой возьмите туда, куда вы пойдете. Кто-то поедет на дачу с собой. Кто-то на учебу с собой. Кто-то на работу с собой. Взяли эту бутылку. И вот вы ходите, ходите, ходите. И вдруг пес начал там шевелиться. Кушать надо. Кушать хочется. Как только вы осмысл возникло, что надо покушать захотелось. Вы отойдите в стороночку и накормите его установочкой. Сегодня у меня праздник души и тела для лечебного голодания. Я очищаю каждую клеточку своего организма. И запейте. Три-четыре глотка воды сделали. И продолжайте работать дальше. Как только опять появилась мысль о том, что надо покушать. Вы опять себе установочку на очищение. И водичкой запили. Пропускаете завтра обед. Не едите, пьете воду. Завтра не ужинаете. Приезжаете сюда на занятия. К шести часам без пятнадцати шесть сюда приезжаете на занятия. Но с собой привезите все вот эту бутылочку с водой. Потому что вы еще и на занятиях попьете водичку. Так? А вечером, после занятий, вы когда домой придете, у вас уже должно быть заготовлено 400 грамм живых продуктов. Шмат хорошей свежей капусты. Морковка. Там яблоко. Чтобы вы это все потерли. Без масла, без мяса, без хлеба, без ничего. Просто живые продукты вот эти. Вы эту трапезу съели. И таким образом, вы завтра вечером не поужинаете. А выйдете из лечебного голодания с помощью живых продуктов. А в воскресенье уже с утра питайтесь так, как питались всегда. И в результате у вас получится отдых от пищи сколько? Ровно 24 часа. Ровно 24 часа. С сегодняшнего вечера до завтрашнего вечера. Понятно? Поль Брэд в своей книге пишет, что даже суточное лечебное голодание у человека резко обостряет все органы чувств. Все органы чувств обостряют. В том числе он пишет, обостряется обоняние, вкус, обостряется слух и обостряется зрение. Но я когда 25 лет назад голодал, я насчет слуха и зрения тогда никаких у меня проблем не было. Но то, что нюх обостряется, обоняние, я это понял на третий день голодания. На третий день голодания утром я с восьмого этажа унюхал, что на первом этаже жарят картошку на сале. Понимаете? Я унюхал. Вот как у собаки обострился нюх. Вот. О том, что вкус обостряется, просто фантастический. Я когда ел эту морковку, я такой вкусной морковки вообще никогда в жизни не ел. Каждый витамин на зубах я чувствовал. Вот он, понимаете, этот самый витамин. Но то, что обостряется слух и зрение, да, вот соратники почти все отмечают, что к концу суточного лечебного голодания какое-то прояснение в глазах наступает и довольно сильное. Особенно это отмечают те, у кого вот катаракта, то есть начинается процесс в том числе рассасывания и всему тому, что мешает в глазах. Ну и все остальные соратники тоже, да, очищаются клетки мозга, начинают лучше передаваться нервные импульсы от глаз к мозгу и зрение у человека субъективно улучшается. Вообще, вот когда Поль Брэк писал эту книгу, ему было 84 года. И в этой книге он пишет, Поль Брэк, что меня часто спрашивают, скажите, Поль Брэк, вот вы в молодости не употребляли алкоголь, не курили, кокаин не нюхали, тогда вся Америка кокаин нюхала, раздельно питались, ничемно голодали. Ну скажите, наверняка же над вами ваши сверстники смеялись. Он говорит, да, конечно, смеялись мои сверстники, но сейчас могу сказать только одно. Все до единого мои сверстники, которые надо мной смеялись, давным-давно все умерли. И только я, Поль Брэк, мне 84 года, пишет он, я чувствую себя великолепно. Виколепно. Каждый день пробегаю 5 миль, все фрукты, овощи выращиваю сам своими руками, которые ем на огороде. Я веду научную работу, пишу книги, езжу по миру, читаю лекции и помирать не собираюсь. Меня часто спрашивают, он говорит, какое у вас хобби. Любимое его занятие это был серфинг, катание на доске по вот этим гигантским океанским волнам. Видели, наверное, в клубе путешествия, без паруса, вот по доске. Это его было любимое занятие. И я после того, он вообще всю жизнь мою перевернул, Поль Брэк, а его книги в нашей стране до 85 года были запрещены. И я все думал, а как же дальше сложилась судьба этого замечательного ученого и человека. И тут мне попала на глаза книга Владимира Леви под названием «Разговоры в письмах». У него там есть глава о жизни и смерти. И он там пишет, что смерть это венец жизни, и всякий человек по-разному к этому пенцу подходит. Вот, например, он пишет. Великий Поль Брэк с большой буквы. Великий Поль Брэк в 96 лет утонул, катаясь вот на этой доске в океане. Его накрыла гигантская волна. То ли он захлебнулся, то ли головой ударился. Спасти его не удалось. И когда его врачи после смерти вскрыли, они обнаружили сердечно-сосудистую систему 20-летнего юноши. Вот этот человек должен был жить 150 лет, если бы не такая вот случилась у него трагедия. У нас сейчас изданы книги Поля Брэка на русском языке. И издано его собрание сочинений. Там чудо голодания, позвоночник, здоровое сердце, здоровые волосы. И там последняя статья. Обратите внимание. Его дочка Патриция Брэк написала статью «Восстановление зрения по методу Поля Брэка». Она попала в автоаварию, потеряла зрение. И отец разработал ей систему восстановления зрения, очень похожий на систему убийца. И она там об этом пишет. Увидите, обязательно почитайте. В том числе и эту статью. Итак, завтра у нас с вами праздник души и тела. Завтра мы все проводим пробное 24-часовое лечебное голодание. Воду надо пить. Если у вас нет опыта голодания, значит первое голодание с водой. Минеральную воду пить нельзя. Там соли различные. Если кто-то болеет диабетом, бывает такое, диабетиком долго голодать нельзя, я им всем советую. Утром пропустить завтрак, попить водичку, а в обед, когда захочется, почувствовать, что надо есть, поешьте живых продуктов. То есть ничего, а вот выйдите из голодания, и все равно очистки у вас будут проходить. Будут проходить. Так. А сейчас откройте ваши конспекты и напишите всем. Замечания по дневникам. Замечания по дневникам. Замечания по дневникам. Первое замечание. За сегодняшний день. Вот некоторые соратники не совсем поняли разницу между анкетой и дневником. Мы с вами анкету пишем один раз и в анкете отчитываемся за всю жизнь. Правда? А вот дневник мы пишем каждый день. И в дневнике мы пишем только то, что с нами было сегодня. Наши мысли, наши чувства, наше сегодняшнее понимание проблемы, мы его и пишем в дневнике. А то, что с нами было вчера, позавчера, месяц, год назад, в дневнике не то, что писать не надо, даже вредно. Ну вот пишет соратница. Вопрос. Ваше отношение к предложению употребить алкоголь? Пишет. Иногда мне предложат выпить, я выпью. Иногда предложат выпить, я не выпью. Да при чем здесь иногда? Речь идет, сегодня вам предлагали отравиться алкогольным ядом. Если предлагали, напишите. Сегодня мне предложили отравиться алкогольным ядом, но я отказался, так как человек разумный. Хожу на курсы, восстанавливаю здоровье и зрение. Если никто не предлагал, напишите. Сегодня, к счастью, никто не предлагал отравиться алкогольным ядом. А если вы предложили, то я бы, конечно, отказался. Второе запишите. Я постараюсь, я попытаюсь. Я постараюсь, я попытаюсь. Возьмите в кавычки два этих слова, это слова-паразиты. Я постараюсь, я попытаюсь. Поставьте тире и напишите. Я обязательно сделаю. Я обязательно сделаю. Очень много мы пишем. Завтра постараюсь ту, завтра постараюсь ту. И вот стараемся, а делать-то ничего не делаем. Только стараемся. А установка должна быть конкретная. Завтра я обязательно, да еще бы и с радостью сделаю. Добавьте слово обязательно. И с радостью сделаю. Завтра я обязательно и с радостью сделаю. Омплекс упражнений. Сделаю то-то и то-то и то-то. Третье замечание. Исключить частицу «не» из ответа. Исключить частицу «не» из ответа. Исключить частицу «не» из ответа. И запишите такой оборот. Очень вам он нравится. Я никогда не буду. Возьмите в кавычки, подчеркните, поставьте тире и напишите. Я навсегда отказываюсь. Я навсегда отказываюсь. Вот психологи всех стран мира утверждают в один голос, что человеческое сознание очень плохо воспринимает частицу «не». А маленькие дети частицу «не» вообще не воспринимают. И маленьких детей частицы «не» воспитывать запрещено. Вот ребенок балуется, а мама ему говорит «не балуйся». А он продолжает баловаться. Он искренне слышал, что мама сказала «балуйся», потому что не пролетело, просвистело на ему уши, а он даже не зацепился. Мама ребенку говорит «не садись с грязными руками за стол». Ведь вот он уже и сидит. Он искренне слышал, что мама сказала «садись с грязными руками за стол». А как надо говорить? Надо так, чтобы частицу «не» исключить. Ребенок балуется. Что ему сказать? Займись другим делом. Все ясно, пошел в записи. Не садись с грязными руками. А что надо было сказать? Пойди по моей руке, он пошел туда. И вот вы пишете, я больше никогда не буду смешанно питаться. Трудно понять, что это такое. Лучше уже написать, что я навсегда отказываюсь от смешанного питания по смыслу, да? Или еще лучше дать положительную установку. Я буду питаться раздельно. Еще более просто и более понятно. Я буду питаться раздельно. И четвертое запишите. Самообнушение. Писать в конце дневника наизусть по памяти. Самообнушение. Писать в конце дневника наизусть по памяти. Писать в конце дневника наизусть по памяти. Почему это важно, соратники? Можно, конечно, и переписывать, сидеть с бумажки, переписывать самовнушение. Эффект будет, но эффект будет намного более сильный, если вы вспомните эту установку, сформулируете ее сами и напишите ее перед сном. Ну, например, вот вы сели и начали думать, вспоминать, так, самовнушение, первая формула, так-так-так, так-так, о, я спокойный и уравновешенный человек. У вас родилась ваша мысль, что вы спокойный и уравновешенный человек. Причем эта мысль родилась в той области сознания, где ваше спокойствие, ваша уравновешенность находится. Но мысль очень слабая, мысль очень хилая. Но вы эту мысль ловите на кончик пера и назад уже забиваете целую зваю. Я спокойный, уравновешенный человек. Так, я навсегда разрушу программу, я навсегда разрушу программу ношения очков. В этом случае шток, рука выступает у вас как стократный усилитель вашей собственной мысли, вашей мысли, которую вы вспомнили, сформулировали. Поэтому самоврушение обязательно надо вызубить наизусть и писать его в конце дневника именно о памяти. А сейчас потерли все руки до тепла, сделаны пальминг. Итак, глазки все закрыли, успокоились, расслабились. Каждый час работы с глазами мы даем отдых и расслабление своим глазам. Мы даем отдых и расслабление своим глазам. Читаете, пишете, смотрите телевизор, работаете, зачем-то следите. Час прошел, как рефлекс. Надо потереть руки до тепла и сделать пальминг, дать отдых, расслабление своим усталым глазам. Пальминг начинается с комплимента своим глазам. Вы про себя говорите, что глазки мои хорошие, глазки мои отдыхают, с каждым днем мои глазки видят все лучше и лучше. Мышцы моих глаз расслабляются. И вот здесь близорукие представляют, как у них расслабляются косые мышцы глаз. Как у них глазки снова становятся круглыми, шариками. Как они будут прекрасно видеть вдаль, безо всяких очков. А дальнозоркие, и у кого плоский глаз, представляют, как у них расслабляются прямые мышцы глаз. Как они позволят нашим глазкам легко-легко вытягиваться вперед огурчиками и прекрасно видеть вблизи, безо всяких очков. Расслабляется сетчатка наших глаз, расслабляются светочувствительные клетки, колбочки, палочки. Расслабляются клетки зрительного нерва. Расслабляются клетки зрительного анализатора в мозгу. Весь наш зрительный тракт расслаблен. Для того, чтобы лучше расслабить зрение, Пейц придумал два упражнения. Мысленное представление. Надо представить что-то однородное, темное, черное. Черный парк от пейзанов из театра. Или черную-черную букву О на белом фоне. Она такая черная-черная, темная-темная. И вот мы берем кисточку с душем и замазываем внутри белое поле изнаружи. Весь наш зрительный тракт. Зрительный тракт расслабляется. И второе очень важное упражнение под Парнингом. Это мысленное воспоминание. Приятное воспоминание расслабляет психику мышцы, мышцы лица и мышцы глаз. А расслабление даст отличное зрение глазам. Расслабление. Это основа метода Пейца. А потом уже идет тренировка. Ослабленные глаза двигательных мышц. Запоминайте выход из Парнинга. У всех глаза закрыты, ладошки на носу сели, все прямо. И все под ладошками глазки тихонько зажмурили, ослабили, зажмурили, ослабили, зажмурили, ослабили. У всех глаза закрыты, ладошки сняли. И все носом на доске, как Буратино, написали несколько букв письмумов. Букву Ж печатную. Букву Ж. Букву Щ. Букву Щ. Букву Э, Ю, Я. Э, Ю, Я. Букву Н, букву Н, букву К, букву И. Многие их путают. Так. А сейчас глазки промокнули. Тереть их не надо. Промокнули их тихонько кулачками. Вздохнули глубоко. Выдохнули. И открываем глаза, быстро-быстро моргая. Поморгали, 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 поморгали. Взяли свои конспекты. Очки не надевайте. Многие уже увидят и без очков сейчас довольно хорошо. И давайте напишем тему лекции. Основные причины расстройства и падения зрения. Ну, кто не может, повсловей очки наденьте. А кто может без очков пописать, попишите без очков. Основные причины расстройства и падения зрения. Основные причины расстройства и падения зрения. Первое. Дородовые, родовые и иные травмы. Дородовые, родовые и иные травмы. И иные травмы. Второе. Психические и мышечные напряжения и перенапряжения. Психические и мышечные напряжения. Напряжения. И перенапряжения. У меня на занятиях был один соратник, у которого один глаз был минус 11, второй видел слепой, вообще не видел. Когда оба глаза были минус 8, они дома с женой задеяли ремонт. И жена ему говорит, ну-ка подними шкаф передви. Он под этот шкаф подлез его поднимать. А врачи же говорили, не напрягайся, а что там врачи служат. Начал поднимать, у него как бабахнуло кровоизлияние в правый глаз. Потеря зрения в больницу. А левый с минус 8 до минус 11. Третье запишите. Патологические стрессы. Патологические стрессы. Очень сильный канал расстройства зрения. Я когда в Череповце восстанавливал зрение, я как дальнозоркий сидел на последнем ряду. А на первом ряду сидела соратница из Татарии, из Альметьевска. У ней зрение, оба глаза, минус 10. Потеряла зрение за одну ночь. Она была директором пионерского лагеря, и у ней вечером потерялся 9-летний ребенок. Они его всю ночь искали, найти не смогли. Утром приехала прокуратура, пиши объяснительные. Она писать, перед глазами все плывет, ничего не видит. Ее повезли по врачам, таскали, таскали, смотрели, решили, что зрение минус 10. И влепили ей очки минус 10. И искалечили глаза. Если бы ей дали возможность отдохнуть, у ней бы расслабились мышцы. Уж по крайней мере не так бы зрение упало. А очками ей все застопорили и вернуться не смогла. И она сколько лет, наверное, 13 таскала эти очки. Но когда она поняла, в чем причина, она быстро это все выписала, провела психоанализ этой проблемы, все. И она буквально месяца ползо-полтора сняла очки и восстановила себе зрение. Четвертое запишите. Алкоголь, табак и другие наркотики. Кстати, алкоголь и табак это тоже наркотики. И наркотики страшные. Алкоголь, табак и другие наркотики. Пятое. Нездоровый образ жизни. Нездоровый образ жизни. В том числе соратники. Неправильный отдых. Вот эти бессонные ночи перед экзаменами, они тоже страшно выгружают и психику, и зрение. Шестое. Зашлакованность организма. Зашлакованность организма. Седьмое. Сдерживание позывов природы и слез. Сдерживание позывов природы и слез. Очень сильный канал разрушения зрения. Особенно у детей. Если у вас есть маленькие дети, ходят в школу, вы поговорите с учителем, чтобы в любом случае, когда ребенок на уроке бросится в туалет, его отпускали без лишних вопросов. Пусть он лучше три раза просто так сходит, чем он действительно хочет в туалет, а учитель его не пускает. Это очень сильная травма для психики. Он же сидит, он же боится конфузиться, с ним над ним же смеяться будут, а мочевой пузырь, как ни странно, с глазами связан и давит на них очень и очень сильно. И что касается слез соратники. Слезы это самый мощнейший канал снятия стрессов с души человека. Недаром говорят, слезы это омановение души. Вы даже слышали об этом? Из столько женских и детских обид через слезы выходит, выплакивается. Есть даже мнение, что если женщины и дети перестанут плакать, мир на следующий день просто сойдет с ума. А сейчас появилась дурная мода. Не плакать. Человек сидит, хочет плакать, а зубы сжал и не плачет. Что при этом? Психическая травма невыплаканная остается в сознании, это раз. А второе, набухают слезные железы, а выхода-то он им не дает. Вот у меня в Челябинске одна женщина, соратница, она спустя месяц мне прислала письмо. Пишет, Владимир Георгиевич, когда вы занимались, у меня улучшение началось, но не такое сильное, как у соседки справа. Она на две строчки лучше видеть сразу, в конце занятий начала. Но вы нам на предпоследнем занятии дали задание написать покаяние. И она пишет, я пришла домой, села, все дела сделала, села, залез с бумагой и начала вспоминать свою жизнь. И вот говорит, как что не вспомню, как нахлынули на меня слезы. Вот сижу, плачу и плачу. Вот плачу и плачу. Она пишет, я просидела над этим покаянием всю ночь, не написала ни строчки и всю ночь проплакала. А утром, а дело было летом, ночи это короткие, я смотрю, говорит, на улице уже солнце встает, рассвет. Я подошла, она говорит, раздвинула шторы, глянула на улицу и все вижу. Все, говорит, вижу, вон вошили, вон в деревне, вон в пустыне, все вижу. У ней за эту одну ночь столько зажимов ушло из психики. И так расслабились мышцы глаз, что она начала видеть. И последнее, запишите, восьмое. Удары по пяткам, боль, страх и спуг. Удары по пяткам, боль, страх и спуг. Вообще любые отрицательные эмоции, конечно, резко действуют на зрение человека. На зрение человека. Боль, страх и спуг. Вот я когда учился во втором классе, нам в класс перевели третьи годницы. Я такого дурака по жизни больше не встречал ни разу. Он был ровно на голову, выше нас всех, третий год сидел во втором классе. И он на переменах развлекался следующим образом. Любому подходил, говорил, смотри на палец, смотрит. Поднесся, 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 поднесся. Поднесся, но тот, естественно, глаза на палец сводит. А в это время другой дурак по его команде кулаком бьет по затылку. Двое суток ходит, не может глаза разместить. Потому что в момент напряжения мышц, вот в этот момент, и удар, и боль, и спуг. Все вместе мышцы зажимаются и все. И ходит человек к осу. Но его потом в другом классе перевели. Сумасшедший дом. Запишите все. Причины расстройства зрения у детей. Причины расстройства зрения у детей. И напишите с красной строки. Все дети рождаются дальнозоркими. Причины расстройства зрения у детей. Все дети рождаются дальнозоркими. И до года ближе одного метра ничего не видят. И до года ближе одного метра ничего не видят. Все дети-соратники рождаются с очень слабыми глазодвигательными мышцами. У них глаза круглые шарики. Фокус хрусталика находится точно на сетчатке. И маленькие дети прекрасно винят вдаль. Но так предопределено эволюцией. Человеческий детеныш, он без помощи. И он должен был увидеть опасность далеко. Увидел опасность. Закричал, папа, мама прибежали, спасли, да? Близко увидел опасность. Тут уже, как говорится, и кричать поздно. И у детей очень слабые глазодвигательные мышцы. Очень-очень слабенькие мышцы. И дети до года учатся ходить, говорить и управлять своими глазами. И обратите внимание, очень часто лежит грудной ребенок на спинке. У него один глазик туда смотрит, а второй глазик вон туда. К нему подойдешь, он их собирает, собирает, собрал, увидел, заулыбался, узнал. Дети учатся управлять своими глазами. Поэтому запишите. Первое. Игрушка над кроваткой и коляской калечит глаза детям. Особенно погремушка. Особенно погремушка. Я не знаю, откуда пошла эта глупость. У ребенка над коляской на резиночке натянуть вот эти игрушки. А он ближе одного метра ничего не видит. А у него перед глазами висит эта блямба и гремит. Он ее просто боится. Он ее ручонкой отталкивает. А, играет, смотри, играет. Давай еще ему навешивать. Да он просто боится. Ну вот перед глазами вот маячит. Дорог, гляди по глазам, полку эта штука его и ударит. Если хотите, ну большую игрушку под потолок где-то. Это он ближе метра, ребенок совсем ничего не видит. Второе запишите. Запрещено подходить к маленьким детям сзади, с головки. Запрещено подходить к маленьким детям сзади, с головки. Я раньше знал, что запрещено, но не знал почему. А теперь знаю почему. Дело в том, что маленький ребенок может вскинуть вверх глаза и испугаться. И в момент испуга у него напряжены верхние и внутренние мышцы. И вот очень много ко мне на консультацию приводят маленьких детей. У них верхнее сходящееся косоглазие, как у зайцев. Глазки вверх, вовнутрь, вот туда. И что плохо, у маленьких детей, когда они вот так напуганы сзади, у них возникает ложная макула. У них напротив зрачка возникает ложная область повышенной чувствительности. И они даже вот такими косыми глазами видят довольно хорошо. То есть, в отличие от того, как в зрелом возрасте происходит у человека, начинается косоглазие. Третье, запишите. Недостаток витаминов зрения А, В и С. Недостаток витаминов зрения А, В и С. Разрушает зрение детям и взрослым. Недостаток витаминов зрения А, В и С. Разрушает зрение детям и взрослым. Кого из вас соратники в детстве поили рыбьим жиром? Поднимите руки, пожалуйста. Скажем спасибо этим людям. Они все сделали, чтобы мы с вами до сегодняшнего дня не ослепли. Дело в том, что рыбий жир в нашем детстве, это был основной поставщик в организм витамина А. А витамин А это витамин роста и витамин зрения. Сейчас у нас во многих семьях дети вообще не доедают. Речь уж не идет о полноценном витаминном питании. И поэтому, соратники, вы возьмите, есть книжка такая о вкусной и нездоровой пищи. Книжку саму не читайте, но там есть список продуктов и написано, в каких продуктах какие витамины. Так вот, вы выберите, в каких доступных вам продуктах есть вот эти витамины А, В и С группы. И чтобы эти продукты присутствовали на вашем столе. Вот я каждый год у себя на огороде выращиваю 6 мешков морковки. И у нас всю зиму, до лета лежит морковка в полбиве, и мы каждый день съедаем по морковке. Витаминный одежь, он, как говорится, и сердит. Следующее запишите. Неправильное освещение калечит зрение взрослым и детям. Неправильное освещение калечит зрение взрослым и детям. Калечит зрение взрослым и детям. И большими буквами напишите. Свет должен падать слева. Три восклицательных знака. Свет должен падать слева. Три восклицательных знака. Если левша и пишет левой рукой, то справа. Но у нас левша один из двадцати. Кстати, в школе, когда я учился, всех левшей со слезами на глазах заставляли учиться писать правой рукой. Только из-за того, чтобы они не ослепли. Потому что все сделано под правшут. Видите здесь свет? Откуда окна? Слева. Все школы классы, окна слева, доска расположена таким образом. А если человек будет писать правой рукой в этом классе, то он будет напрягать зрение. И зрение у него резко упадет, ухудшится зрение. Вот поэтому левшей заставляли писать правой рукой. Я помню, соратники, начинал учиться в деревне. И учительница нам в первом классе каждый день толдычила, что свет должен падать слева. Не отсюда, не а вот отсюда. Вот слева. Она у нас ходила по избам, смотрела, где как у кого стол для занятий стоит, чтобы свет именно падал слева. Сегодня об этом все забыли напрочь, как будто об этом никто никогда нигде не говорил. Я вот после Чельковца шестой год захожу ко всем своим знакомым и друзьям, у которых есть дети, школьники, студенты. И спрашиваю, где он у вас занимается. Я ни в одной квартире не видел, чтобы правильно стоял стол для занятий. Как правило, в глухом углу он сидит еще спиной, свет закораживается. Конечно, он зрение напрягает, он себе глаза искалечит и испортит. Либо в лучшем случае стол стоит лицом к окну, и ему мощная засветка идет и на глаза, и на книгу. Это тоже очень бредно. А свет должен падать слева, боком к окну, чтобы он читал, свет падал только на книгу, но не на глаза. Но не на глаза. Запишите все. Настольная лампа с козырьком слева наш самый лучший друг. Настольная лампа с козырьком слева наш самый лучший друг. Наш самый лучший друг. Особенно для гальнозорки. Вот вы сегодня вечером дома возьмите хорошую настольную лампу с козырьком, чтобы свет попадал только на книгу, на тетрадь, но не на глаза. Вставьте туда лампочку ватт 75. И направьте так в боку слева, чтобы рассеянный свет шел, отраженный свет шел мимо ваших глаз в сторону, вот так вот. А рассеянный свет шел в глаза. И вы сегодня уже гальнозорки и без очков сможете и читать, и писать при таком вот хорошем, правильном освещении книги и вашей тетради. Запишите все. Прямая парта, прямой стол, калечат глаза детям. Прямая парта, прямой стол, калечат глаза детям. Калечат глаза детям. Я, соратники, начинал учиться в глухой деревенской сибирской школе. В глухой деревне. У нас в деревне и в школе не было электричества. И мы зимой занимались при керосиновых лампах. Но в нашей деревенской школе было три сорта парт. Были парты для маленьких, парты для средних и парты для старшеклассников. И эти парты нам спасли зрение. А сейчас бедных, несчастных первоклассников при кабинетной системе заводят, садят на обычный стул за обычный стол. У него вот так вот под носом книжка, ему говорят, читай. Читай. И вот вы придете домой, возьмите книгу вот так себе под нос. И попробуйте почитать. И вы поймете, что и как испытывают дети, когда их заставляют вот сидеть читать на таких вот высоких столах и высоких стульях. Если у вас нет дома возможности ребенку сделать парту, чтобы он наклонно, прямо смотрел на книгу, то уж хотя бы запишите книга на косой подставке. Чтобы книга-то перед глазами была прямо. Книга на косой подставке. Книга на косой подставке. Следующее запишите. Лампы дневного света Лампы дневного света страшно утомляют и разрушают зрение. Лампы дневного света страшно утомляют и разрушают зрение. И разрушают зрение. Вот когда соратники изобрели вот эту вот лампу дневного света, в Америке из-за этой лампы изменили частоту напряжения в сети. У них было 50 герц, сделали 60. Потому что случайно обнаружили, что 50 герц это граничная частота, которой утомленный человеческий глаз боковым зрением видит, как эта лампа моргает. А для глаза нет более разрушительного, утомительного режима, чем режим вот такого вот моргания. Я вот вспоминаю, я 11 лет проработал в подвальном помещении. Мы занимались голографией, физикой лазеров. У нас не было дневного света, только был подвал, и висели вот такие вот дневные светильники. Я вот вспоминаю, целый день что-то, работаешь, работаешь, а потом вечером сядешь писать. Ну, надо что-то написать, обработать эксперименты. И вот боковым зрением видишь, как эта лампа моргает, мигает. Но до того, я там уж психику и душу вынатывал, то есть очень трудно. Я вот эти 11 лет в подвале вот этими лампами полностью посадил себе глаза. Я вот сейчас в сумерках вижу очень плохо. При хорошем освещении хорошо, а вот при сумерках именно из-за этих ламп я вижу очень и очень плохо. Вот у нас в Новосибирске даже нищета страшная сейчас, но в школах, в детских садах эти лампы вырывают, вешают обычные лампочки, они не лагают, не мигают, а вот эти вот мигают. И последнее запишите. Телевизор и электронная игра Дэнди, телевизор и электронная игра Дэнди калечат детям душу и зрение. У кого из вас, соратники дома, есть электронная игровая приставка к телевизору, поднимите руки, пожалуйста, у кого? Выше, 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 поднимите руки. Выбросить немедленно. И не просто кому-то отдать. Вот взять, растоптать и выбросить раз и навсегда. Во всех этих странах, откуда эта гадость к нам пришла, уже давным-давно запрещено их производство, распространение и продажа. В Америке 48 штатов из 49 запретили в этом самом законодательном порядке распространение этих приставок. Один только штат Юта, так там у него никогда и не было, они их там и не продавали. Почему и чем страшны вот эти игровые приставки? Дело в том, что даже не столько страшно, что ребенок лишних 3-4 часа сидит у телевизора, это тоже плохо. Но самое страшное то, что каждая вторая-третья игра в этой приставке связана с насилием. И сидит маленький ребенок и хочет кого-то убить. И вот он кого-то убивает, он радуется, он убил. А если не убивает, он аж зубами скрипит, ему еще больше убить хочется. Как вы думаете, кого вырастет из наших детей эта игра? А с точки зрения православной веры, хотеть убить и убить по разрушительному действию на душу, это очень близкие вещи, вот хотеть убить и убить. Ну а как человеку смотреть телевизор и работать на компьютере, и чтобы при этом не только не терять зрение, но и тренировать свои глаза, я вам расскажу на шестом последнем занятии. Специально расскажу, как граммно смотреть телевизор, как работать на компьютере, и при этом одновременно тренировать свои глаза. А сейчас запишите все. Домашнее задание. Домашнее задание. Написать сочинение, написать сочинение, написать сочинение на тему моих глазах. И в скобочках, как, когда и почему я терял или теряла зрение. Как, когда и почему я терял или теряла зрение. Терял или теряла зрение. Сегодня вам очень ответственное задание, соратники. Вам надо будет провести психоанализ проблемы, как, когда и почему лично вы теряли свое зрение. И когда нам на четвертый день Афонин Игорь Николаевич стал написать такое сочинение, я пришел домой, и первая мысль меня действительно потрясла до глубины души. Я за 45 лет нигде ни разу не слышал, что надо ухаживать за своими глазами. Ни разу не слышал, ни от кого-то. И потом начал вспоминать, а как же я издевался над своими глазами. И вспомнил, что издевался я над ними очень и очень сильно. С 4 года я научился читать. И давай читай все подряд. Но родители начали запрещать мне читать. Я приладился с фонариком под одеялом читать. Ну все понятно, зрение калечит. В 9 лет мне на речке грязью залепили левый глаз. Он у меня настолько воспалился. Два месяца болел, был красный. Ну а что там в деревне? А, вроде, правый-то целый, стрелять сможет. Так что ничего страшного, промокается, да. А травма у меня была настолько сильная, что у меня до сегодняшнего дня, когда я моюсь, этот глаз мыло не пропускает, а этот глаз мыло всегда щипит. То есть не могу его так сжать, чтобы мыло не попадало туда. И я этот глаз себе развил до 200%. То есть я вижу 12-ю строчку на таблице. А левый только 11-ю строчку, 150. Именно из-за того, что было травма. Вот. Ну потом начал вспоминать все эти бессонные ночи в университете, перед экзаменами. Вспомнил, как в стройотряде я себе электросваркой сжег глаза. Причем настолько сжег, что у меня там не просто песок, у меня там наждачная бумага лежала. Я двое суток лежал, мне только тряпочки мокрые и холодные на глаза клали, потому что я двигать вообще не мог. И это меня ничего, так сказать, не спасло. Вот 11 лет проработал при этих лампах дневного света, посадил себе зрение страшного. Потом год таскал очки, плюс полтора, тут уж вообще мышцы все посадил. И вот это вот все вам надо каждому вспомнить и написать, в каких случаях, когда вы, что повлияло на потерю вашего зрения. Запишите все. Закончить сочинение разделом. Закончить сочинение разделом. Закончить сочинение разделом. Я обещаю своим глазам. Я обещаю своим глазам. И вот сегодня вам, соратники, надо будет сочинить и написать торжественное обещание своим глазам. Я обещаю любить свои глазки, помнить о них, заботиться, давать им отдых, расслабление. Каждый час я буду делать памятник. Три-четыре раза в день буду делать цивилизацию на солнышке. Я буду делать специальные упражнения для глаз. И мои глазки будут мне служить прекрасно. Будут служить всю мою жизнь. Вот примерно такое вот торжественное обещание надо вам составить, написать своим собственным глазам. После этого, когда вы напишите сочинение, вы возьмите новый двойной лист бумаги в клетку. И сегодня напишите дневник коррекции зрения номер три. Сегодня он будет третий. Кстати, он у нас будет последний в нашем этом курсе. И сегодня его надо написать на пятерку с плюсом. С учетом всех замечаний, пожеланий. Вы вот те замечания, которые я вам сказал, вы пишите на отдельный листочек перед собой. То, что вам указали красными чернилами в проверенном дневничке, тоже учтите эти замечания. И сегодня надо вот это вот все написать очень и очень хорошо. Значит, провести опять замеры, отчитаться, как вы очищаетесь, как питаетесь, какие упражнения, в каких условиях делали. Значит, там есть вопрос, в каком случае некоторые люди употребляют алкоголь. Сегодня разберите такой случай. Некоторые люди употребляют алкоголь, когда к ним приходят гости. Приходят гости с бутылкой, ну, естественно, употребляют алкоголь. Зачем это делают? Ну, у гостей такая установка, что надо в гостях обязательно травить себя алкогольным ядом. Что неправильного и плохого? То, что люди сидели спокойно, а тут гости и ягод внизу. Да дети на это безобразие смотрят. А как поступите вы, напишите, без алкоголя. Вот как вам придут гости с бутылкой, а вот как вы в этой ситуации без алкоголя проведете этот вечер? Напишите. Что касается, в каком случае некоторые люди ленятся делать упражнения с глазами, разберите сегодня случай. Некоторые люди ленятся делать упражнения с глазами перед началом какого-то мероприятия. Вот сегодня я заметил. Все пришли и сидят и ждут, когда Владимир Ильич командует. А ведь время-то есть и делать нечего. Ну, сами вы пришли, руки потёрли, сделали пальмом. Вышел бы кто-нибудь на балкончик, поделал сонаризацию на солнышке. Нет, все сидят и ждут, когда будет команда. Это неправильно. Значит, вот разберите, что перед началом какого-то мероприятия, если есть время, обязательно надо сделать упражнение для глаз. Памят сделать, отдых глазам дать, мужик, упражнение поделать и так далее. Понятно? Потом вы, значит, напишите план работы с глазами на завтра. В план работы обязательно включите план ваш праздник души и тела. Напишите, что завтра у меня праздник души и тела. Дайте себе мощный настрой на голодание и на очистку. Ну и закончить надо написать по памяти самовнушение. Даже если не очень хорошо выучили, вы ещё подучите, отложите, вспомнили, написали. Вспомнили и написали. Вот такое будет домашнее задание. Немного литературы я в этот раз сюда привёз. Одна из самых, я считаю, лучших и самых простых книжек по методу убийца написал Гарри Бенджамин. Послушайте, вот вам как раз это очень полезно. Гарри Бенджамин написал книжечку под названием «Хорошее зрение без очков». Это профессор-натуропат, тоже англичанин. И он написал следующее. В 5 лет его послали в школу и обнаружили, что у него плохое зрение. И ему надели очки минус 10 в 5 лет. В 14 лет минус 14. В 18 лет минус 18. В 19 лет у него кровоизлияние в левый глаз, правый глаз минус 20. Ему запретили читать, писать, инвалид по зрению. И тут он пишет, он услыхал, что у соседа брат ездил в Бейцу и восстановил себе зрение. И вот этот брат приходил, ему рассказывал то, как он это делал. Он ему поверил и начал делать упражнение и восстановил себе зрение. И вот здесь вот он пишет, как ему это удалось. Самая простая, не самая, я считаю, полезная книжка по методу убийца. Тут описаны все основные упражнения. Некоторые я так и не мог понять, в частности по центральной фиксации. Я у него только понял, что это такое. У Гарри Бенджамина он простыми и нормальными словами. Их, в принципе, еще немножко есть. Но книжка очень ценная. Обязательно очень. Очень. Еще я, соратники, хотел вам несколько слов сказать. Я вам уже говорил, наша сибирская наука выживает в очень тяжелых условиях. Но есть вещи, которые сделаны у нас в Новосибирске, в Академгородке. Обошли весь мир примерно на 10-15 лет. Они обошли по, так сказать, уровню своих научных разработок. И вот у нас этот микробиологический центр, про который я вам рассказывал. Они делали препараты для армии под названием антидот. В армии у каждого солдата есть пенал, и в нем есть порошок, про который написано. Как только будет химическая, бактериологическая или атомная атака, ты должен взять этот порошок и съесть, чтобы тебя не убило этой атакой. А в состав этого порошка входит препарат, который резко усиливает защитные силы организма. Иммунитет вырабатывает мощный. И вот они разработали этот антидот для армии. Но когда перестала армия платить деньги, они сделали из этого препарата препарат для ветеринарии, для животных. Препарат оказался потрясающей силой. Но и этот же самый препарат они использовали долгие годы в госпиталях. В госпиталях, в армии накопили огромный опыт. Этот препарат, он его назвали метом, он помогает при всех болезнях. В его состав препарата входит одна всего бактерия, которая называется Bacillus subtilus. Эта бактерия живет в природе, живет на траве и в почве. И эта бактерия, попадая внутрь желудочно-кишечного тракта человека или любого животного, кошки-собаки, она вырабатывает альфа-интерферон, который является основой всей иммунной системы человека. И вот заболевшие собаки и кошки выходят и едят траву. Они ищут вот эту бактерию, чтобы, так сказать, запустить, поднять свой иммунитет. Сейчас во всех городах и крупных поселках эта бактерия убита полностью человеком. Но в экологически чистых районах она есть. И вот они ее научились в экологически чистых районах брать, размножать. И сделали вот этот препарат Vitum, который помогает при любых заболеваниях человеку мобилизовать свои внутренние защитные силы. Чума, холера, так сказать, туберкулез, гепатит, любые формы гриппа. Ну, любая, так сказать, любые, все, что не придумаешь, этот препарат человеку дает возможность этими вещами не заболеть. И вот у нас уже несколько групп ОМОНовцев ездило в Чечню, всем им на дорогу дают съесть по этому препарату. Они там, ни один человек ничем не заболел вообще, понимаете? То есть они там ходят здоровые. Вот. Этот препарат, его в момент, когда, скажем, ну вот укус энцепалитного клеща. Если клещ укусил энцепалитный, значит в течение дня надо чайной ложечкой целиком съесть. Здесь 50 грамм этого препарата. Значит, 50 грамм в течение суток человек съедает, и у него перебарывает вот эту вот всю инфекцию, поступившую в организм. А если просто надо развить и поддержать свой иммунитет, то его в течение недели, утром и вечером, за один час до еды, за час до еды, за час до завтрака, за час до ужина, в отчаянной ложечке человек принимает это сахар. На сахаре растворена вот эта бактерия. И на язык оно, собственно, распоряется, человек съедает, и иммунная система настолько у человека тренируется сильно, что я вот в январе месяце, когда была эпидемия гриппа, я проехал по пяти городах. Для меня столько, как было, чекало людей, я гриппом не заболел. А у меня дочка старшая заболела гриппом, и я другу позвонил, который там работает, я говорю, у вас от гриппа что-то есть? Он говорит, лучший в мире препарат от всех болезней. Привез дочка у меня в течение суток выздоровела. То есть она только заболела, и в этот момент начал его принимать. Обратите внимание, он, этот препарат, у меня здесь есть и описание на него, три страницы описания, очень подробное, четкое. Вот. Я спросил, говорю, что он такой дорогой. Но он для ветеринарии не пошел, потому что действительно дорогой. 110 рублей стоит вот этот 50 грамм упаковка. То есть, ну, жалко крестьянину таких денег. Я говорю, что такой дорогой? Он говорит, американский аналог стоит 28 долларов, то есть 700 с лишним рублей. То есть вот тот аналог хуже, который пытаются пробить на наш рынок, он намного, намного, намного дороже. Второй препарат, который они сделали, тоже я вам говорю, просто чтобы вы хоть знали, что есть такое чудо, препарат называется биосептин. Это живая кожа. На основе тех же бактерий они сделали мазь, которая у человека при 70% сожженной кожи, у человека нарастает новая кожа без всяких рубцов. Просто новая кожа, не гниет никаких болезней, просто вот розовая кожа нарастает, и все. И вот у нас у одного соратника, родственники в Прокопьевске, отборился ребенок. И он в процентов 60 всей кожи, его 4 дня под наркозом перевязки делали, ну, чтобы врачи думали, умрет. И тут они вспомнили, что вот слышали про это. Позвонили тут же, с поездом передали. Через неделю ребенок вышел весь с красной новой кожей, и даже без рубцов. Там все врачи у них на уши встали. Что за мазь такая? Она нигде не описана, ее нигде нет. Вот. То есть вообще против любых царапин, против всего. Меня вот в Междуреченске, Междуреченске мне разорвал ногу сианский кож. Прокусил ногу, ну, он из-за угла выскочил, прокусил ногу, сотрал кожу, а мне идти на занятия. И у меня был с собой вот этот биосептив. Я холодной водой обныл, намазал, тут же прошла боль, прошла кровь, перестала течь. Я надел носки, ну, думаю, все, ногу разнесется. У меня не то, что нога не опухла, даже не болела. Вот сейчас только 8 точек от зубов осталось кота, а так все за расстрои никаких даже не видно. То есть вот просто, ну, чудо, мазь, которую они делают. Ну и препарат, я вам уже говорил, тоже обратите внимание, фито. Возьмите по одному, по два, подарите кому-то, вот просто попробуйте. И, конечно, препарат, ну, чудо. То есть опрыскивки могуцепа, не тоже картошку-то, викторию. Он против любой гнили, тут написано серой, белой гнили, против фитофтора. А сейчас земля очень сильно у нас в Сибири заражена этими вещами. Очень эти препараты, ну, хорошо и здорово, человеку помогает. Поэтому биосептим стоит 85 рублей. Ну, его хватает на... За полгода семье точно дома хватит любые раны, помазать и перестать. Я, кстати, сгорел летом, в июне месяце, полов морковку на грядке, и у меня кусок спины торчал. И сгорела, вот красное стало, ну, вот краснее платье, спина. Я домой пришел, дочка говорит, папа, да ты что? Я рукой тронулся, аж меня как током дернуло. Больно. Она мне тут же биосептимом намазала. Моментально прошла боль, и у меня не вздулась, ни кожа, ни слепла, ничего. Просто все прошло. То есть, я говорю, против ожогов, ну, нет ничего, по крайней мере, более лучшего в мире не создано. Поэтому... Что? Первый препарат. Первый препарат стоит 110 рублей. То есть, я говорю, витом. Что? Витом. Он вообще-то, они рекомендуют, чтобы человеку постоянно развить свою иммунную систему. Вот раньше вот эти вот бактерии нам попадались с немытыми руками, немытыми фруктами. Человек ел немытые фрукты, и на них, помимо дизентерии, была и эта бактерия. И люди не болели от этого, потому что эта бактерия была. А сейчас эту бактерию убили, а все патогенные бактерии, они остались. И человек поэтому довольно сильно болеет. Ну, скажем, при заболевании, при поносе ложку человек съедает этого препарата, и у него перестает. А вот нормализуется снова все, что там есть. А вообще, они его рекомендуют четыре раза в год поропить, чтобы дисбактериоз убрать. Ну, то есть, вот, четыре раза в год. Ну, вообще, при экстренной какой-то там, ну, вот сейчас, и мы у нас все взяли, дома лежит, ну, тут клещу кусит, правда? Ну, в общем, раз взял его, поел этого препарата, проблем никаких не будет. А это биосептин. Это препарат биосептин. Биосептин, битол. Кстати, кто-нибудь из вас ездит в Новосибирск? Поднимите руки. Кто-нибудь регулярно бывает? Регулярно бывает? Ну, нет. Выбор. Что? А, раз вот, нет. Если бы кто-то регулярно ездил, я бы мог просто написать, где можно было бы, ну, заходить, по крайней мере, брать. А для себя там, для друзей, знакомых, у них этот самый, покупатель. Вы бываете в Новосибирске? Бывает? Ну, потом подойдите, я вам подскажу. Широкой продажи нет? Что? Нет, широкой продажи нет. Вот фитоп взяли в продажу, я говорю, я был кемеров, он у них 20 рублей стоит. Но без такой рекламы люди же не знают, что это за такое. Вот, наукузнецкий тоже, он лежит у них, висит этот фитоп, тоже люди не знают. Я пришел, рассказал, но он у нас и дешевле, естественно, у нас сразу все рассказал. Что? Ну, это дорого, видите, это же ведь не иностранная фирма, которая сразу миллион долларов рекламу и потом любую гадость под эту рекламу продает. У них таких возможностей, к сожалению, пока нет. Ну, ладно, соратники, это уж наши, как говорится, беды. Ну, а сейчас у нас с вами перерыв, перерыв буквально 4 минуты, и во время перерыва ставьте, пожалуйста, то, что вы написали вчера Александру Алексеевичу на проверочку, так, вышли и тут же все встали, мы с вами будем продолжать разучивать комплекс упражнений, гимнастику после перерыва. На этой таблице с уменьшением написано, так живем зрения, возможности исправить многие аномалии рефракций и так далее. Вот эту таблицу вам надо будет дома помесить в самом светлом углу. И сколько раз в день мимо этой таблицы без очков будете проходить, столько раз на секунду задержались, морзнули и посмотрели, какую строчку вы видите. Чем чаще будете проверять свое зрение, тем скорее ваше зрение восстановится. Кроме того, каждое утро и пока восстанавливается зрение каждый вечер, возле этой таблицы вы будете делать комплекс упражнений по восстановлению зрения. Как он делается? Вы без очков подходите к этой таблице на такое расстояние, чтобы видеть слово дать, а слово людям видеть хуже. Подойдите, пожалуйста, к табличке, первый ряд, второй, входная позиция, вы видите слово дать, слово людям хуже. Кто-нибудь сзади не видит слово дать? Все видят? Если кто не видит, поближе подойдите сюда. Вы подойдите поближе сюда. Подойдите сюда, в рубрике. Чтоб видеть слово дать. Видите? Ну, пройдите вот туда. Пройдите. Чтобы вы видели слово дать, слово людям видели хуже. Ну, можно туда, в центре чуть пройти, там, в пистолетах. Это ваша исходная позиция. Встали, помогали все, успокоились, ноги на ширине плеч, руки висят, и для начала несколько медвежьих покачиваний. Начали все к окошечку. Раз, два, три, четыре. Не скачем. Раз, два, три, все вместе чесили. Окно, стена. Окно, стена. Окно, стена. Окно, стена. И раз, два, три. Поморгали глазками, поморгали, поморгали. Четыре. И раз, два, и три, и четыре. И раз, и два, и три, четыре. Грудью, лицом, глазами, к окошку к стене. К окошку к стене. И вколи, и вколи. и два. И три, и четыре. И раз, и два, и три, и четыре. Остановились, поморгали. После этого делается комплекс упражнений на улучшение мозгового кровообращения. Итак, начали все. Голову положили на плечо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А сейчас усложняем это упражнение. Смотрите. Раз, и добавили два, три, и добавили четыре. Начали. Раз, и добавили два, три, и добавили четыре. Раз, и два, и три, и четыре. Поморгали. Вверх, вниз, подняли голову вверх. Раз, прямо два, вниз, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Усложняем. Раз, и добавили два, три. и вниз подбородок к пупку 4, 1, и 2, и 3, и 4, и 1, и 2, и 3, 4, помогали, вправо-влево, начинаем к окошечку голову, поворачиваем, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, усложняем, 1, и добавили 2, 3, и добавили 4, 1, и добавили 2, 3, и добавили 4, помогали, вращение головой на 4 счета, при этом глаза открыты, положили голову все на грудь, начали, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, в обратную, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, стряхнулись, поморгали, плечи, плечи вверх подняли, 1, на место 2, вниз потянули, 3, 4, 1, 2, 3, 4, усложняем, 1, и добавили 2, 3, и 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, стряхнулись, поморгали, теперь плечи, теперь плечи сводим вперед, при этом спина колесом, 1, на счет 2, прямо, на счет 3, грудь колесом, плечи назад, сводим, на счет 4, прямо, начали, плечи вперед, 1, 2, плечи назад, 3, 4, спина колесом, 1, 2, грудь колесом, 3, 4, усложняем, 1, и добавили 2, 3, и свитые лопаточки, 4, 1, и добавили 2, 3, и 4, Стряхнулись, поморгали, вращение плечами. Раз, два, три, четыре и пять. Назад. Раз, два, три, четыре и пять. Стряхнулись, поморгали. Ноги неподвижные, поворот плечо вперед. Смотрим то на стенку, прямо на окно, потом на стену и так далее. Начали все. В ритме танца непрерывно прямо делаем. Начали. И раз, и два, и три, четыре. И раз, и два, и три, четыре. Раз, и два, и три, четыре. Поморгали. А теперь поворот плечо назад и смотрим через плечо строго за себя назад. Начали. И раз, и два, и три, четыре. И раз, и два, и три, четыре. И раз, и два, и три, четыре. Стряхнулись, поморгали. Кулачки в замочек. И скрутка назад. Ноги неподвижные, скрутились и задержались назад. Начали. Раз, задержались, смотрим назад. Два, три, задержались. Четыре. Раз, два, три, четыре. Усложняем. Раз, и подкрутили себя. Два, три. И локтями подкрутили. Четыре. Раз, и подкрутили руками. Два, три, и четыре. Стряхнулись, поморгали. Наклоны в сторону. Начинаем к окошечку. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Усложняем. Раз, и добавили два, три, и добавили четыре. Раз, и два, и три, и четыре. Руки на пояс, вращение тазом. Раз, два, три, четыре, пять, и шесть. В обратную. Раз, два, три, четыре, пять, и шесть. Стряхнулись, поморгали. После этого, соратники, делается массаж глаз. Потерли руки до тепла. Отдыхнули. И начинаем. Тремя пальцами, круговыми движениями, двумя руками. Лоб. Помассировали лобик, помассировали лобик. Погладили, погладили. Тремя пальцами брови. Брови тремя пальцами. Помассировали бровки. Помассировали. Погладили. Поморгали. Двумя пальцами. Височки. Полукруговыми движениями. Височки. И глаза. Височки. Помассировали. Быстро. Не надо. Помассировали. Погладили. Поморгали. Тремя пальцами. Верхнюю скулу под глазами. Помассировали. 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 Погладили. Поморгали. Указательными пальцами пазуху у ноздрей. Помассировали. 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 Погладили. Поморгали. Средними пальцами нос переносицу. Помассировали. Нос переносицу. Помассировали. Так. Погладили. Поморгали. Ухо. В конце счет перед ухом ямочку помассировали, перед ухом на конце счет ямочку, шишечку, козелочек помассировали, отверстие ушное, ушную раковину помассировали и за ушами мягенькое место помассировали, помассировали. И шею сзади, две мощные мышцы, идущие от спины к голове, их тоже помассировали, 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 так, поморгали, потемли снова руки до тепла, отряхнули и начинаем собственно массаж глаз. Двумя пальцами верхнее веко, глазки нажать и повибрировать вперед-назад, нажать, повибрировать, три раза, нажать, повибрировать, поморгали, теперь средними пальцами снаружи подводим к уголкам глаз и снаружи нажать, повибрировать на глазик, нажать, повибрировать, нажать, повибрировать, поморгали, теперь двумя пальцами нижнее веко, снизу глазик вдавили, нажать и повибрировать. Нажать. Поморгали. Теперь средними пальцами изнутри. Вот переносицы, прямо на глазик накладывали. И глазик помяли. Повибрировали. Поморгали. Теперь четырьмя пальцами защипывали bloc. И помяли, помяли, повибрировали. Так, поулучшали кровоснабжение. Поморгали. Теперь указательным пальцем правой руки на правом глазу астигматичную точечку нажали, повибрировали. Представьте, глаз пластилиновый, и в эту сторону он неправильной шишкой выдался. И вам надо нажать, повибрировать. Тереть не надо глаза, вы трёте глаза, нажать, повибрировать, а не тереть. Тереть уже заболит глазик. Вторым глазом астигматичную точечку повибрировали. Поморгали, поморгали, поморгали И, наконец, глазки зажмурили крепко В сторону раз, китайские Зажмурили вверх Зажмурили вниз, китайские Поморгали После этого соратники делается комплекс Подайте мне, пожалуйста, треногу Вот так вот После этого соратники делается комплекс В упражнении на подвижность глаз Которая называется эфирные глаза Что такое эфирные глаза? Вот у меня есть мои два глаза Я их мысленно беру руками Поворачиваю И вот держу их на уровне своих глаз В руках И вот у меня сейчас две пары глаз Одни мои, а вторые воображаемые Эфирные глаза И я сейчас этими воображаемыми глазами Буду делать различные упражнения А своими глазами Следить за своими руками Вверх, вниз, вправо, влево Диагональ По кругу крутить И своими глазами Слежу за своими руками Понятно? Вот это упражнение Называется Эфирные глаза Итак, взяли все свои глазки эфирные Поместили их на уровне своих глаз И начали все Подняли эфирные глазки Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз На место Помаркали, стряхнули напряжение с рук Каждый смотрит на свои руки Следит за своими руками Взяли эфирные глазки И начали вправо их скосили Влево Вправо Влево Головой не крутим Только глазами Следим вправо Влево На место Помаркали, стряхнули напряжение Диагонали рисуем Вот представьте, что у меня стекло вот здесь И я беру мелом Рисую фигуры, правда? И глазами смотрю, как у меня эти фигуры рисуются Вот что такое эфирные глаза Взяли эфирные глазки И начали Диагональ вправо-вверх Потом лево-вниз Право-вверх Лево-вниз Право-вверх Лево-вниз На свои руки все смотрят На место Поморгали Обратная диагональ Лево-вверх Право- voltar Лево-вверх Право-вниз Лево-вверх Право-вниз На место Поморгали Стряхнули напряжение В прямоугольник рисуем эфирными глазами Взяли наверх Верхнюю Боковую вниз Нижнюю Вверх Вверх Вниз, нижнюю, вверх. На место. Поморгали, стряхнули напряжение. Надо стряхивать напряжение, иначе напряжение с рук на глаза может пойти. В обратную сторону прямоугольник рисуем. Верхнюю, боковую вниз, нижнюю, вверх. Вверх, вниз, нижнюю, вверх. На место. Поморгали. Смотрит каждый за свои руки. Стряхните напряжение с рук. Так. Теперь циферблаты рисуем эфирными глазами. Взяли эфирные глазки на 12 часов и по кругу. 3 часа, 6 часов, 9, 12. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. На место. Поморгали, стряхнули напряжение. Ошибка. Некоторые рисуют не круг, а ромб. 3, 6, 9, 12. Непрерывно, по кругу, и по кругу непрерывно глазами смотрим за руками. В обратную сторону циферблат рисуем. Подняли на 12 часов, начнем. 9, 6, 3, 12. Непрерывно. 9, 6, 3, 12. 9, 6, 3, 12. На место. Поморгали, стряхнули напряжение. Теперь какое у нас там упражнение следующее? Кто помнит? Банки. Банки. Взяли эфирные глазки в сторону и начали. Боковинка, диагональ. Боковинка, диагональ. Рисуем банки. Боковинка, диагональ. Смотрим на свои руки. Диагональ. На место. Поморгали. Каждый смотрит не на мои руки, а на свои руки. Следующее упражнение. Раскручиваем эфирными глазами спираль. Взяли эфирные глазки и начали. Рисуем маленький круг. Смотрим на свои руки. Чуть побольше круг рисуем. Два. Третий круг еще больше рисуем. Три. И четвертый круг на вытянутых руках рисуем. Четыре ушли эфирные глазки на место. Их а то там и останутся. На место поставили. Поморгали, поморгали. А теперь закручиваем спираль эфирными глазками. Взяли эфирные глазки вниз в сторону. На вытянутых руках большой круг. Раз. Второй круг поменьше. Два. Третий круг еще меньше. Три. И четвертый круг маленький. Четыре. На место эфирные глазки. Поморгали, поморгали. Почему всякий раз ставим эфирные глаза на место? Потому что есть опасность. Вы их увели далеко, а потом надо будет резко в какую-то другую сторону посмотреть. У вас резко рывок глазами. Можете повредить мышцы. А так всякий раз ставим на место. И уже с места начинаем или снова заниматься. А сейчас, соратники, мы с вами не веревку наматываем на горизонтальную стеклянную трубу, а мы наматываем пять витков эфирные глаза на эту трубу. И свои глаза пытаемся на эту трубу намотать. Понясно? Взяли все эфирные глазки в сторону и начали. Раз, виток намотали на трубу. Два. Перед собой три. Дальше четыре. И пять. Сматываем. Раз, виток. Два. Перед собой три. Четыре. И пять. На место. Поморгали. А сейчас мы с вами наматываем пять витков, не веревки. На вертикальную стеклянную трубу наматываем эфирные глаза. И свои пытаемся глаза на эту трубу намотать. Взяли эфирные глазки, на пол положили. Вниз и начали. Раз, виток. На уровне груди два. На уровне носа три. На уровне волос четыре. И выше головы пять. Сматываем. Раз, виток. На уровне волос два. На уровне носа три. На уровне груди четыре. И на пол положили пять. Поморгали. Поморгали. Стрекнули на движение с рук. А сейчас змея синусоида или волна. Взяли эфирные глазки в сторону и с хвостом. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. На свои руки смотрим. Вверх. Вниз. Вверх. И вуз. Голова. И назад. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. И хвост. На место. Поморгали. А сейчас мы с вами наматываем эфирные глаза на глобус стеклянный. И свои глаза стараемся на глобус по экватору намотать. Но есть одна особенность. Соратники, которые близорукие. Кто близорукий? Поднимите руки. Вам надо наматывать эфирные глаза на большой глобус. Вот на такой здоровый глобус, как здоровый арбуз. Потому что вам свои глаза надо оттащить как можно дальше. Правда? А соратники все близорукие. У кого плоский глаз, они наматывают эфирные глаза на маленький глобус возле самого носа. Вот такой. Потому что дальнозорким надо подтащить как можно ближе своих глазах. В этом, кстати, и разница. Все упражнения близорукие делают на вытянутых руках. Вверх. Вниз. Вправо. Влево. То есть как можно шире и дальше. А все дальнозоркие делают все эти упражнения возле носа. Вверх. Вниз. Вправо. Влево. Прямоугольничек. Тиберлотик. Потому что надо подтянуть. Еще раз говорю, дальнозорким глаза как можно ближе. Вот тут вот разница между близорукими и дальнозоркими. Итак, наматываем эфирные глаза на глобус. Взяли эфирные глазки. Начали. Раз веточки. Два веточки. Три. Четыре. Пять. И шесть. На место. Помогали. В обратную сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И шесть. На место. Помогали. Стыкнули напряжение. А теперь обратили внимание, там в упражнениях с пальцами упражнение. Видели? Вот это вот упражнение как раз с эфирными глазами. И сейчас в разнобой делаем. Правый глаз смотрит за правой рукой, а левой рукой за левый. Левый глаз за левой рукой. Понятно? То есть смотрим. Взяли все эфирные глазки и начали. Правый эфирный глаз вверх, левый вниз. Оп. И на место. А теперь левый вверх, правый вниз. На место. Раз. И два. И три. И четыре. И раз. И два. И три. И четыре. На место. Помогали. Стрихнули напряжение. Далеко здесь не надо. Сантиметров на 15, чтобы все-таки глаза сумели развестись. Взяли эфирные глазки. К носу свели. До уровня ушей развели. Два. Свели. Развели. Правым смотрим на правый глаз. На левую руку. Левым глазом на левую руку. Свели. Развели. Свели. Развели. На место. Помогали. Чувствуете напряжение пошло на глаза. Очень мощное упражнение. Эфирные глаза. Сейчас по диагонали растягиваем эфирные глаза. Взяли эфирные глазки. И по диагонали. И на место. Два. И на место. И раз. И два. И три. И четыре. На место. Помогали. А сейчас вращение эфирными глазами. Взяли все эфирные глазки. К носу и к свиньи. И рисуем круги медленно. Раз. Два. Три. Круги рисуем. Четыре. Правым глазом смотрим на правую руку. Левую. На левую руку. И шесть. На место. Помогали. Стряхнули напряжение. По обратную сторону. Круги рисуем. Свели к носу. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И шесть. На место. Помогали. Стряхнули напряжение. А сейчас эти упражнения делают только дальнозоркие. У кого плоские глаза. Кто дальнозоркие? Поднимите руки. Влезорукие посмотрят. Они эти упражнения не делают. Только дальнозоркие. Называется это упражнение полировка глазами. У дальнозорких очень слабые и косые мышцы. И вот этими полировочными движениями мы их тренируем. Итак, дальнозоркие взяли в зерной глазке. Нарисовали прямоугольник. Раз. Два. Три. Дальнозоркие только. Вы близорукие. Четыре. А теперь представьте, что у вас два тампона в руках. Полировать. И медленно вот так вот полируем стеночки. И смотрим за своими руками. И грозами так же вращаем. Полируем. Полируем. Полируем стенки прямоугольника. Не на меня смотрим. А смотрим на свои руки. Свои руки. Как они полируют. Смотрим, смотрим, смотрим. На место. Поморгали. А теперь в обратную сторону прямоугольник нарисовали. Два. Три. Четыре. Полируем в обратную сторону. Полируем. 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 На место. Поморгали. Стрихнули напряжение. А сейчас дальнозоркие сделали 10 быстрых циферблатов по часовой стрелке, а потом 10 против часовой. Причем крутим руками с такой скоростью, чтобы глаза не оторвались от рук. Дальнозоркие взяли эфирные глазки, подняли на 12 часов и начали циферблаты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. На место, поморгали, стряхнули напряжение, в обратную сторону циферблат. Раз, только дальнозоркие, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. На место, поморгали, стряхнули напряжение. А сейчас все потёрли руки до тепла и сделали пальминг стоя. Он делается. Сослашили ладошки домиком, надели на глаза, голову слегка наклонили вниз и локти уперли себе в грудь. Локти уперли все себе в грудь. Ноги на ширине плеч. И тихонько покачиваемся с ноги на ногу, делаем медвежье покачивание. Широко не надо ноги расставлять на уровне, на ширине плеч ноги. И тихонько покачались, дали отдых, расслабление своим глазкам. Все подумали о чём-то добром, хорошем, приятном. Представили что-то тёмное, чёрное. А сейчас все остановились. У всех глаза закрыты, ладошки на носу, никто не снимает. Все под ладошками глазки тихонько зажмулили, ослабили, зажмулили, ослабили, зажмулили, ослабили. У всех глаза закрыты, ладошки сняли. И всем носом на доске написали «Дать людям зрение» печатными буквами носом с закрытыми глазами. Представьте на носу кисточкой, и вы пишите этой кисточкой большими буквами. «Дать людям зрение» печатными буквами с закрытыми глазами. Это, кстати, упражнение по методу Бейца. Оно развивает у человека воображение и зрение. Так, а сейчас глазки промокнули, тереть их не надо. Промокнули, как дети, вздохнули глубоко. Выдохнули и открываем глаза, быстро-быстро моргая. Поморгали, 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 поморгали. После этого, соратники, делается упражнение «Большие повороты». Маргарет Корбет рекомендует 70-100 штук. При этом это упражнение надо совместить с сонаризацией глаз. Либо на окне, либо на балкон вышли на восходящем, заходящем солнышке, либо зажгли лампу. И вот сейчас все повернитесь ко мне спиной на эту лампу. Вот это у нас будет солнышко, на котором мы будем делать сонаризацию. Чуть рассиропитесь, чтобы каждому была видна лампа. Ноги на ширине плеч. И сейчас все вместе, грудью, лицом, глазами повернулись все к окошечку. И раз, к стене. И два. И три. Смотрим то на окно, то на стену. Раз, и два. И три, и четыре. Большие повороты делаем. Раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три, и четыре. И раз, то смотрим на окно, то на стену. Четыре. И раз, и два. Грудью, лицом, глазами. Смотрим на окно, смотрим на стену. На окно, на стену. На окно, на стену. И раз, и два. И три, и четыре. И раз, и два, и три, и четыре. Наш любимый школьный вальс запевает. Крутимся, крутимся, крутимся. И три, и четыре. Давно, друзья веселые, Простились мы со школою, Но каждый год мы в свой приходим в класс. В саду березки с пленами Встречают нас поклонами И школьный вальс опять звучит для нас. Сюда мы ребятишками С финалами и книжками Ходили и сочились по рядам. Здесь десять классов тройте нам И скелет смыслова Родина И люди прочитали по сладам. Ничего, ничего. Посмотрим как завтра На голодный желудок запаялся и повернулись все сюда ко мне. Потерли руки до тепла, еще раз сделали пальминь. После солидизации надо делать пальминь. Потерли руки, сделали пальминь. Обратите внимание перед глазами вот такие, знаете, точки, видите? Вот это вот акционализации. И вот сейчас надо успокоиться, Надо глубоко кончаться. Лобки у всех упираются в грудь. Представили все что-то однородно темное, черное. Мы пришли на прекрасный спектакль. Перед нами черный-черный бархан призановик. Он такой темный-темный, черный-черный. И вот звенит третий звонок, Гаснет свет, а он все темнее, чернее. Ну и сейчас все вспомнили о чем-то добром, Хорошем, приятном в вашей жизни, приятном встрече, приятное путешествие, Доброе тело, которое вы делаете людям. Приятное распоминание расслабляет психику, Мышцы, мышцы лица, мышцы глаз. А расслабление даст отличное зрение глазам. Это снова метода пейца. Расслабление. А потом уже тренировка. Ослаблены глаза двигательных мышц. А сейчас все остановились. У всех ладошки на носу, глаза закрыты, выпрямились. Все под ладошками глазки слегка зажгурили. Ослабили, зажгурили, ослабили, зажгурили, ослабили. У всех глаза закрыты, ладошки сняли. И написали носом еще раз. Дать людям зрение. Печатными буквами. Дать людям зрение. Головой шевелим при этом. Пишем, шевелим, как будто кисточка на носу. Так. А сейчас глазки тихонько промокнули. Тереть их не надо. Промокнули тихонечко. Сдохнули глубоко. Выдохнули. Открываем глаза. Быстро, быстро моргаем. Поморгали, поморгали, поморгали. И сейчас заключительная часть наших этих упражнений называется «Медвежье покачивание с раскачиванием слов». Что мы делаем? Смотрите. Когда вы качнулись влево, я в окно посмотрел слева от слова дать. Когда качнулся вправо, справа от слова дать. То слева, то справа, то слева, то справа, то слева, то справа. А пока я лечу с ноги на ногу, успеваю еще три раза в окно. Потом слово людям качаю. То слева, то справа, то слева, то справа. Вот эта половина на этом плакате качает, а та половина на том. Понятно? Итак, все приготовились. Ноги на ширину плеч, поморгали, успокоились и начали. К окошечку начали. И раз, и два, и три, четыре. Поморгали глазками. Раз, два, три, четыре. Качаем слово дать. Слева, справа, слева. Моргаем, 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 моргаем. Легко, легко моргаем. Слева, справа, слева, справа. Поборгали, поборгали. Справа, слева, справа, слева, справа, слева, справа. Вторую строчку качаем. Слово людям. Слева, справа, слева, справа. Моргаем, 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 моргаем. Слева, справа, слева, справа, слева, справа. Третью строчку качаем. Слово зрение. Слева, справа. Четвертую строчку качаем. Слово возможность. Слева, справа. Пусть вы ее не видите. Ничего страшного. Она длинная строчка, четвертая. Можно качать то, чего не видишь. Слева, справа. Слева, справа. Слева, справа. Слева, справа. Обратите внимание, при моргании вдруг проскочит буква О, буква В. В этот момент моргания расслабляются мышцы и глазки действительно видят. Слева, справа. Слева, справа. Моргаем, моргаем. Слева, справа. Слева, справа. Вторую строчку качаем. Слово людям. Слева, справа. Слева, справа. Не гнемся. Прямое тело с ноги на ногу. Перекатываемся. Справа. Слева, справа, слева, пяточку поднимаем. Слева, справа. Снова дать качаем. Слева, справа, слева, справа, слева, справа, слева, справа. Остановились все, поморгали, успокоились. А сейчас все близорукие сделали кипонечкой китайские глазки и прочитали несколько строк на табличке. Близорукие сделали и прочитали. Прочитали несколько строчек на табличке с этого места. Так. Прочитали. Так. Помогали. А теперь давайте астегматичные точки поищем еще раз. Все закрыли левый глаз ладошкой. Правым глазом все смотрят на табличку. И нажимаем. Снизу тихонько прижали, посмотрели. Снизу сбоку. Сбоку прижали, посмотрели. И нашли точку, на которую нажмете вы. Лям на глазик жмем. Лям на сам глазик. Глаз открыт. И открыт и жмем на него. И открыт и жмем. И вот мы нажмем и сразу видим намного лучше. Можно еще на одну строчку ниже буквы увидеть. Посмотрели, да? Так. Посмотрели. Помогали. И второй глазик посмотрели, где на левом глазу есть фигматичная точечка. Прочитали. И посмотрели. Какую строчку выберем. Так. Ладошки. Я закрываю ноги. Так глаз ладошкой. А вторым смотрим. Так. Все. Увидели? Хорошо. Не надо. Больше девять хватит пока. Так. Помогали все. Помогали. Помогали. Так. Вот сколько вы делитесь, товарищи? Вы. Нет, нет. Вы. Да. Шесть. Хорошо. У вас расслабились. У вас сколько? Тоже шесть. Хорошо. У вас? Девочки. Седьмой. Вы. Вы. Ну, хорошо. Так. Все. На этом закончили. Сядем все по местам. Написали тему лекции. Алкоголь и табак. Главные враги нашего здоровья и зрения. Алкоголь и табак. Главные враги нашего здоровья и зрения. Алкоголь и табак. Главные враги нашего здоровья и зрения. Попадите. Многие из вас соратники помнят. Я сейчас прочитаю вам лекцию, а потом кое-что выводы дадим подзамик. Многие из вас соратники помнят, что 15 лет назад в 85-м году были приняты так называемые антиалкогольные постановления партии и правительства. И в тех постановлениях было сказано, что проблемы, связанные с алкоголепотреблением, в нашей стране резко обострились, а пьянство и алкоголизм достигли угрожающих масштабов. Вот эту тревогу отражает график, плакат, на котором изображено душевое потребление алкоголя с 1900-го по 2000-й год. Сюда, в России и СССР. Сюда отложены годы, а вверх отложены литры абсолютного алкоголя на душу населения алкоголя. Это объективный показатель уровня пьянства в любом государстве в любое время. Что же мы видим на этом графике? Первое. Мы видим, что Россия традиционно была одной из самых трезвых стран мира. Душевое потребление алкоголя в России на протяжении трех столетий не превышало трех литров на душу населения в год. Я вам для примера скажу, что в 1893 году, 107 лет назад, русские на душу населения пили ровно в 10 раз меньше, чем французы, в 8 раз меньше, чем итальянцы, в 6,5 раз меньше, чем швейцарцы и немцы. То есть все разговоры о беспробудном русском пьянстве, о пьянстве как черте нашего национального характера, это просто грязная клевета на русский народ и на его историю. Но к началу века пьянство подскочило и в 14-м году достигло несвыханного для так называемой пьяной царской России уровня 4,7 литра. В 14-м году, как многие из вас знают, в нашей стране был принят так называемый сухой закон. Производство и потребление алкоголя сократилось практически до нуля, меньше 200 грамм на человека в год. Сухой закон в нашей стране существовал 11 лет и был отменен в 1925 году, полтора года спустя после смерти Ленина. Указ о возобновлении алкогольной торговли 5 октября 1925 года подписал бывший враг народа Рыков. И водка в народе до самой войны так и называлась Рыковка. Далее пьянство потихоньку нарастало и в 40-м предвоенном году достигло 1,9 литра. Во время войны пьянство резко упало, мы данных не нашли и до военного уровня достигли только в 52-м году. И вот начиная с конца 50-х годов, наша страна полетела в страшную алкогольную пропасть, достигнув в 80-м году уровня производства алкоголя 11 литров на душу населения в год, превысив в том же 80-м году среднемировой уровень производства алкогольного яда в 20 самых пьяных странах мира почти в 2,5 раза. 4 литра производит пьяный мир. В 85-м году были приняты антиалкогольные постановления и началось. 85-й год, 86-й, 87-й год. Но в 88-м году к власти в нашей стране пришли силы, враждебно настроенные против политики отрезвления, и они развернули программу неслыханного спаивания народов нашей страны. И понеслось в 88-й, 89-й, 90-й, 91-й, 92-й, 93-й, 4-й, 5-й. Я до 2000-го года дотянуться не могу, потому что в 98-м году, по официальным данным, в Российской Федерации было произведено, продано и выпито более 18,5 литров абсолютного алкоголя на душу человека в год. Это алкогольный коллапс. Это полное алкогольное уничтожение всех основ разумной жизни, потому что по мировым стандартам, если душевое потребление превышает 8 литров, то начинаются необратимые изменения. Необратимые изменения. Страна дегратирует и погибает. Вот параллельно этому графику, вот точно так же, как взлеты, падения ракеты, в стране нарастали все негативные явления, связанные с употреблением алкогольного яда. Вот точно так же росло количество пьяниц и алкоголиков, количество которых с 50-го по 80-й год у нас в стране выросло в 14 раз. Вот точно так же росло количество пьяных преступников, преступлений и преступников в тюрьмах. Сейчас около полутора миллионов наших соотечественников сидят в тюрьмах. Это неслыханный показатель. Вот точно так же падала рождаемость, но зато росла смертность. Это тоже, так сказать, известный русский крест, когда в 91-м году рождаемость пошла вниз, смертность вверх, и сейчас разница между рождаемостью и смертностью подходит к миллиону человек в год. То есть без войны у нас миллион убивают в год. Падали все наши приростные экономические показатели. Помните, нам говорили, уберете алкоголь, развалите экономику. Помните? Так вот, самый золотой век нашей экономики пришелся на 87-88 год. Самый трезвый год. Несмотря на то, что рванул Чернобыль, у нас был прирост промышленной продукции по 6-8% в год. И самый развал начался при пьяном алкоголике Ельцина, когда накачивать начали страну водкой. Так какая тут может быть производительность? Какое вообще тут может быть производство в пьяноиспивающейся стране? Но самым страшным итогом этого пьяного безумия является то, что идет прогрессирующее вырождение народов нашей страны. И в первую очередь русской нации, славянских, прибалтийских народов, где пьянство достигло просто размаха национального бедствия. Вот красными точками показан коэффициент популяционной деградации нашего народа. Это процент школьников, которые сидят в школах для дебильных детей. Последняя точка относится к 62-му году. В 62-м году данные о дебильных детях в нашей стране засекретили. Они нас очень сильно дискредитировали. В 82-м году Академия Педнаук сообщила данные о дебилах. И мы с удивлением узнали, что 3,5% родившихся в СССР детей в 82-м году имели тяжелые отклонения в физическом и психическом развитии. Это дети-уроды. Рождаются без ручек, без ножек, без половых органов. Бог знает без чего. Самое страшное, они рождаются без разума. А еще 13% родились с отклонениями средней тяжести. 16,5% детей в 82-м году родилось в нашей стране ненормально. Вот чем мы платим за наше фантастическое невежество в области алкоголя. На сегодняшний день, данные 98-го года, 37 с лишним процентов детей, рождающихся в Российской Федерации, ненормальны, вне нормы. А в таких самых пьяных регионах, как Новокузнец, эта цифра уже подходит к 60-ти. Там ненормальных детей рождается больше, чем детей нормальных и здоровых. Но соратники, спасибо большое. Но соратники, дебилы и умные, ведь рождаются это два полюса. Рождаются дебил, полудебил, четверть дебил, дурак, полудурок, полуумные и умные. И весь вот этот набор, вплоть до умного, это все дети пьющих родителей. Не пьяницы алкоголиков, простых, нормальных советских пьющих родителей. Все зависит лишь от стажа питья и количества выпитого отцом и особенно матери. Нас очень долго уверяли, что алкоголь держится в организме двое суток. И двое суток надо воздержаться от продления рода. Это очень опасная ложь. По современным научным представлениям, алкоголь и продукты его распада держатся в организме более 20 суток. А молодой мужчина восстанавливает репродуктивную функцию только через 100 дней воздержания от алкоголя. 3,5 месяца ни капли в рот, у него обмолаживаются все клетки, в том числе половые клетки. И он может дать жизнь здоровому полноценному ребенку. Женщина такого срока лишена вообще. Женщинам, девушкам, девочкам, те, кто собирается рожать детей, на протяжении всей жизни ни грамма алкогольного яда вообще в рот им брать нельзя. Потому что в отличие от мужского организма, половые клетки в женском организме зарождаются при рождении девочки. И находятся в организме всю жизнь, поступая раз в месяц по мере созревания на возможное оплодотворение. И неизвестно какая рюмка выпитого шампанского может повредить ту самую клеточку, которая годы спустя аукнется ребенком со слабым здоровьем, со слабыми способностями или еще уже с каким-нибудь выраженным уродством. Все народы мира знали и свято соблюдали трезвость молодежи и трезвость женщин. У нас в Сибири, я сам с Алтайского края, вплоть до 30-х годов нашего столетия употребление алкоголя женщиной считалось одним из темчайших грехов. Мы же с вами нажили и эту проблему. Мы законно гордились, что с 40-го по 80-й год у нас в стране все выросло и уголи, нефть и сталь. Но самый дикий рост в нашей стране с 40-го по 80-й год претерпел женский алкоголизм, который с 40-го по 80-й год вырос ровно в 1200 раз. Вот вам, соратницы, цена ваших безобидных застолий, вот этих самых рюмочек. Сейчас каждый шестой алкоголик в нашей стране – женщина, и избавляться им от этого недуга намного труднее, чем избавляться мужчинам. Алкоголь является убийцей номер один в нашей стране. По причинам, связанным с алкоголем, в прошлом году в Российской Федерации погибло более одного миллиона человек. Это население Томской области от мала до велика было уничтожено за год, ведущейся против нашего народа алкогольной войной. Не верится? Мне тоже не верилось. По данным Всемирной организации здравоохранения, алкоголики и пьяницы в среднем живут на 17-20 лет меньше, чем люди не пьющие. На 17-20 лет меньше? И тоже не верится. Рассказывают, у кого-то был дедушка. Дедушка пил, курил, до 100 лет дожил. У нас в 83-м году в Академгородке началось массовое трезвенное движение. И начали его в основном молодые мужчины моего возраста. Нам было по 30-35 лет. И вот как-то мы собрались на наше собрание. И я говорю, скажите, у кого из присутствующих есть живой дедушка? Ни одной руки в зале. Я говорю, у кого отец живой? Поднимите руки. У половины, в том числе у меня, ведь и отцов-то живых давным-давно нет. Нам про каких дедушек? Анекдот это рассказывает. Я поехал в свою родную деревню, Алтайский край, Топчетинский район, село Белово. Я прошел по улицам. У меня в деревне нет пенсионеров-механизаторов. Люди просто не доживают до пенсии. Тяжелейшие условия труда, плюс постоянное пьянство. Вот как мор какой по деревне прошел, так все же оказывается по науке. Наука так и говорит. Если трезвый должен жить 70, отнимите 17, вы получите 53 года. Золотой век нашего российского пьяницы. 53 года всего. Недавно опубликовали секретные данные о продолжительности жизни мужчин сельской местности Псковской области. Это сердце России. Так вот, в среднем там мужчины на селе живут 44 года. Это на 28 лет меньше, чем живут пресловутые небыли в Америке. Так куда же нам дальше отступать? Очень трудно себе представить миллион людей, убитых алкоголем за год. Трудно, это статистика. Но вот когда рядом с тобой жил человек, и вдруг этого человека нет, и убил этого человека алкоголь, вот это впечатляет. И впечатляет очень сильно. У нас в 83-м году в Академгородке началось трезвенное движение. И была очень холодная зима с 83-го на 84-й год. Морозы до 45-ти доходили. И прямо накануне Нового года, 31-го декабря, в городе Искитиме, рядом с Академгородком, произошел случай, потрясший всю область. Отец с сынишкой пошли в погреб, ну, накануне там картошки, варенье, соленье набрать. Он сына в погреб опустил. И говорит, ты там пока все набирай, собирай, а я тут до соседа сбегаю по делам. Дверь я закрою, чтобы мороз не уходил. И побежал к соседу. А у соседа стакан другой, третий, четвертый, и про сынишку он забыл. А мальчонке 9 лет. Он бы в погребе просидел, может, жив бы и остался. Но свечка сгорела, там страшно. И он вылез, и давай в эту дверь железную бить и колотить. А кто там в новогоднюю ночь по этим заснеженным гаражам будет шарашиться? А ночью ударил мороз 44 градуса. А утром папаша вспомнил, что он сынишку-то там в гараже запих. Прибежал, открыл дверь, он тут горкой ледяной прямо возле двери. Ногти содрал всех, голос, ну, до последнего боролся за жизнь. И отец не выдержал, и тут же прямо над этим погребом на веревке взял и помесился. И вот такие две смерти накануне 84-го года так потрясли всю Новосибирскую область. И один мой хороший друг, Володя Лебедев, он тоже инженер-физик, но он еще и поэт. Его этот случай так потряс, что он написал стихотворение, которое назвал «Гараж». Оно небольшое, я вам его сейчас прочитаю. Гараж. Слышь, Федя, где рюкзак колхозный? Возьмем картошки в гараже. Пойдем, сынок, пока не поздно. А то девятый час уже. Декабрь. Опять обрал у мамы. Две смены с ночи до утра. Поужинаем нынче сами. Да не копайся ты, пора. Он долго рассуждал дорогу о том, что кормится семья не магазином, слава Богу, а что картошка есть своя. Придя в гараж, отец машину погладил ласково рукой, подумал, повернулся к сыну и говорит ему. Постой, я кое-что придумал, Федя, ты здесь побудь пока внутри. Я прогуляюсь до соседей, а ты картошки набери. Поговорю насчет резины, дверь я забру, и он ушел к соседу мимо магазина, чтоб было с чем присесть за стол. Проснулся дома на рассвете, в прихожий свет, разбит тревьяш, все тихо, сына дома нету, и вдруг, как обуха, гараж. Не помня, как был одетый, добрался он до гаража, хрипя, как зверь, сыночек, где ты, стуча зубами и дрожа. От ужаса землиста серый, ключом нащупал щель замка, не чуя, как к железной двери, пристыла голая рука. Рванул, пронзительный тонок, замерзших петель ржавый стон, и в ледяных слезах ребенок упал со стуком на бетон. Скрипя, покачивалось тело, в петле ременной на гвозде, а в пищеток письмо летело. План снова выполнен, везде. В 89-м году, 11 лет назад, центральное телевидение показало один из первых перестроечных фильмов под названием «Хозяйка детского дома». Многие помнят этот фильм, Гундарева в главной роли директриса, ну помните, его даже недавно повторяли. И в том же 89-м году Горбачев с супругой посетили город Донецк. И пока Раиса Максимовна, пока Михаил Сергеевич решал вопросы, Раиса Максимовна посетила Донецкий детский дом. И программа «Время» дала 20-минутный репортаж об этом посещении. Я его видел по цветному телевизору, от умиления я чуть не заплакал. Там такие детишки, там такие игрушки, там такие наряды показали. Так вот, заранее, более лживых и более преступных фильмов и репортажей, чем вот эта «Хозяйка детского дома» и посещение «Мадам Горбачевой» детдома в Донецке, наше телевидение не показывало никогда. Более лживых и более преступных. В 1984 году весной мы, группа активистов трезвенного движения «Академгородка», поехали в наш подшефный от «Академгородка» Барышевский детский дом. Мы в этом детдоме обнаружили 115 несчастнейших ребятишек. И только у троих из 115, вот вы в цифру думаете, только у троих из 115 нет родителей. У 112 родителей есть, но они лишены родительских прав за пьянство и алкоголизм. Мы там такого за день насмотрелись, это никакими словами не передать. Когда мы уезжали вечером, я у директрисы Барышевского детдома спросил, я говорю, а сколько ваших мальчиков-выпускников поступает в вузы? Она как глянет, говорит, вы что, издеваться решили? Я говорю, да что вы, как можно? Она говорит, 100% мой детский дом работает на тюрьму. 100% детдом работает на тюрьму. У меня 16 первоклассников, 10 из них дебилы. Мне говорят, учи всех вместе, дебильный детдом переполнен. Я сама, она говорит, послевоенная детдомовка. Я из этого ада до сих пор не убежал. Но ведь из нас-то люди выросли. Эти-то почему ко мне косяком идут? Володя Лебедев, который написал стихотворение «Гараж», нашел в себе мужество и посетил еще два детских дома, расположенных рядом с Академгородком, в Маслянино, и в Новошмак. После этого он написал стихотворение, которое в 1984 году признали антисоветским. Володю таскали в КГБ ватком, пытались с работы уволить. И только в 1986 году это стихотворение опубликовал журнал «Молодая гвардия». Стихотворение очень короткое, я вам его тоже прочитаю. Эпиграф, 1984 год, Новосибирская область, Барышевский детский дом, из 115 детей только у троих нет родителей. Маслянинский детский дом, из 97 детей пятеро сирот, Новошмаковский детский дом, из 105 детей сирот двое. И стихотворение. 20 век, 40-е, подставив раненую грудь, Непокоренная Россия фашисту заступает в путь. И, утеряв рассудок здравый, предчувствует конец палач. А под его пятой кровавой, расстрел, пытки, детский плач, На трупах трупы в небо глядя, и вдруг у ямы на краю, Не убивайте меня, дяди, а я вам песенку спою. Дрожа и заикаясь прямо, над грудой неостывших тел, Ребенок над сестрой и мамой, зверю про зайчика запел. Восьмидесятые. Народы, страну прославили трудом, Но все полнее год от года, не детским горем детский дом. За что мальцу в четыре года дают за совесть, не за страх, Беду великого народа нести на тоненьких плечах. Проснувшись, плачет он ночами, И рвется понимание нити. Не отдавайте меня маме, мне страшно, мама будет бить. Очнитесь, люди, плачут дети, Скажи, великий мой народ, за тех сирот фашист в ответе, А кто за дынешний сирот? В прошлом году, зимой, кемеровское телевидение показало острейшую телепередачу. Беспризорные дети. Беспризорные дети. Это проблема. Ее надо понять. Обществу надо осознать. Ее надо изучить. Социологам, демографам. Страшнейшая проблема. И показали беспризорных детей, живущих в теплотрассе в городе Новокузнецке. Возле вокзала у них идет теплотрасса, там дыры, и они как чертеняты в этих дырах. В следующий день купил килограмм конфет и пошел к этой теплотрассе. Прям напротив вокзала. Подошел, постучал. Вылезай. Вылезло человек пять чертенят. От такого до такого. Конфеты есть. Но забрали, едят, довольны. Я у самого маленького спрашиваю. Ты чего домой не идешь? Отец, мать, пьют. А ты чего домой не идешь? Отца, нет, мать, пьют. А ты чего домой не идешь? Дома пьют. Дома пьют. У всех, у восьми, понимаете, одна причина. Дома у них пьют. Что тут еще и следует? Что тут изучать-то, я не пойму. Ну, из нормальной семьи живут. Ребенок-то нормально убегать-то не должен. Что тут еще и следует? Выражает воображение. Динамика роста школ для дебильных детей в нашей стране выражает всякое воображение. В шестидесятом году, когда мы только начинали пить в Волокотской области, было две школы для дебилов на всю область. В восьмидесятом, в восемнадцатом. В Донецкой было четыре. В восьмидесятом, в тридцать восемь. В восемьдесят пятом году в городе Ленинграде шестьдесят четыре школы работали только на дебильный контингент. У наших соседей, Амичей, была в шестидесятом году одна школа для дебилов. В восьмидесятом девятнадцатом. Но всех своих дебилов они везут в Новосибирскую область. Потому что в Новосибирской области таких школ пятьдесят восемь. В нашем новосибирском академгородке, нашему величайшему стыду и невежеству. А ведь академгородок это самый высоко образованный район Советского Союза. Так вот у нас уже открыта вторая школа для дебилов в районе. И она не вмещает всех желающих. Эти полу-ненормальные дети сидят в обычных классах и требуют получения возредненного образования. Примерно девяносто пять процентов дебильных детей в академгородке это дети так называемых культурно и умеренно пьющих родителей. Родительское невежество обернулось вот такой трагитии в семье, что и локти, и ногти кусай, а ведь сделать уже ничего нельзя. У меня приятель, доктор-геолога минералогических наук, профессор Новосибирского университета, жена-доцент этого же университета. Как-то к ним зашел на счет выборов. Подхожу в квартиру, дверь открыта. Я дверь ткнул и захожу. И лучше бы я не заходил. Прямо посреди комнаты сидит их 28-летний сын, играет в кубики. Уровень развития полтора года. Никто никогда не знал, что у них в семье такая трагедия. Даже не подозревали никто, понимаете? Хорошо погуляли на складе. Ох, как погуляли хорошо. Всю жизнь этот хомут теперь тянут на себе. Нет в человеческом организме ни одного органа, который бы не разрушался алкогольным ядом. Но самые сильные изменения и в самую первую очередь наступают в человеческом мозгу. Потому что именно в мозгу этот яд имеет свойство накапливаться. Кружка пива, стакан вина, принятые человеком вовнутрь, спирт, содержащийся, усасывается в кровь, с кровотоком поступает в мозг, и у человека начинается процесс интенсивного разрушения коры головного мозга. И ведь механизм этого разрушения давным-давно известен. А механизм очень простой. В 61-м году три американских ученых-физика Найсни, Москал и Пеннингтон сидели и разглядывали в изготовленный ими длиннофокусный микроскоп человеческий глаз. Они через срачок сфокусировались на мельчайших сосудах сетчатки, сбоку дали подсветку, и физикам впервые удалось заглянуть внутрь сосуда и увидеть, как внутри сосуда течет кровь. Что же увидели физики? Стенки сосуда. И увидели красные, белые, кровяные тельца. Все это текло, все это снимали на пленку. В один из понедельников физики глянули очередному клиенту в глаз и гахнули. У человека вместо красных, белых, кровяных телец по крови гуляли тромбы, сгустки, склейки, эритроцитов, красных, кровяных телец. Причем в этих тромбах они насчитывали по 5, 10, 40, 400, до тысячи штук. Физики страшно перепугались. Они назвали их виноградные гроздья. А человек сидит вроде ничего. Второй, третий нормально, а у четвертого пять тромбов. Начали выяснять и выяснить. Эти двое накануне пили. Тут же физики совершили варварский эксперимент. Трезвому человеку, у которого было все нормально, налили 100 грамм виски, он их заглотнул, и через 15 минут в крови бывшего трезвого человека побежали алкогольные склейки эритроцитов. Физики решили, что они завершили величайшее научное открытие. Доказали, что не только в пробирке, но и в сосудах алкоголь сворачивает кровь. А то, что в пробирке, это известно. Из пальца берут кровь пробирочкой, а потом на свет ее ставят и капают каплю водки. Она сразу хлопьями раз и сворачивается. Оказывается, внутри сосудов алкоголь сворачивает кровь. Но заранее, если для больших сосудов в руке, в ноге, эта склейка может быть особой опасности и не представляет. Но разве что люди, которые долгие годы травятся алкоголем, у них характерный цвет лица и носа. У человека в носу очень много мелких сосудов, и эти сосуды ветвятся. И когда к месту ветвения сосуда подходит алкогольная склейка эритроцитов, она его закупоривает, сосудик раздувается, отмирает, и такой синий-фиолетовый цвет нос приобретает. Иногда даже у алкоголиков видна сеточка отмерших сосудов на лице. Но в Москву у всех людей, в том числе у детей, которых для забавы травят алкоголем, ситуация происходит совершенно одинаково. Человеческий мозг состоит из 15 миллиардов нервных клеток нейронов. И каждую нервную клеточку нейрон в конечном счете питает кровью свой микрокапилляр. Микрокапилляр настолько тоненький, что эритроциты для нормального питания могут протискиваться только в один ряд. И вот когда к основанию этого микрокапилляра подходит алкогольная склейка эритроцитов, она его закупоривает, проходит 7-9 минут, и очередная мозговая клетка нейронов человека безвозвратно погибает. После каждой так называемой умеренной выпивки в мозгу у человека появляется новое кладбище погибших в нервных клетках нейронов. И когда врачи вскрывают любого так называемого умеренно пившего человека, попавшего под колеса автомобиля, вскрывают череп, у всех видят одинаковую клиническую картину. Сморщенный мозг. Мозг меньше в объеме. И вся поверхность коры в микрорубцах, микроязвах, выпадах в структуру, это все участки мозга, разрушенные алкоголем. Когда же врачи вскрывают алкоголиков, погибших от алкогольных отравлений, то они удивляются не тому, как разрушен мозг, они удивляются, как с таким мозгом он мог продолжать жить. Таким образом, соратники алкоголь, это самое мощнейшее средство лишить человека разума. А если начнут пить какой-то народ, как наш народ загнали в эту пропасть пьянства, это значит лишить разума и весь народ. И превратить людей из людей мыслящих, творческих, куда-то вперед, надпецеленных, направленных, просто в двуногое рабочее стадо. С единственной мыслью, кое-как до обеда лопатой доковыряться, чтобы после обеда напиться и запыться. Почему человек от алкогольного яда дуреет? Вы знаете, вопрос не праздный. Пьяницы, они ведь поэты, они говорят, мы хмелеем, мы пьянеем, слова-то какие придумали. Но мы-то трезвые люди видим, человек от алкоголя самым натуральным образом дуреет. Дуреет. Пришел нормальный человек. Стакан заглотил, окосел. Второй заглотил, тут он уже поднялся. Третий заглотил стакан, тут уж не знает. То ли с вилкой набросится, то ли спать упадет. Что происходит? Почему у человека от алкоголя дуреет? Я когда был совсем молодой, только закончил физмат школу, поступил на первый курс университета, нас вечером вдруг собрали всех в красном уголке. И перед нами выступал лектор из общества по распространению. Солидный дядя в желтых ботинках, галстуке, в портфель чем-то набитый. Ровно час он нам читал лекцию. Что с чем пить можно, чего нельзя. Что мешается, чем закусывает, понимаете, как тосты говорит. В общем, всю культуру употребления этого наркотика нам, 17-летним, он докладывал. К сожалению, многое мы уже и без него знали. И у нас все прошло гладко. А в соседнее общежитие пришел молодой распространитель, и вот он эту лапшу алкогольную вешал-вешал на уши. А один парень, мой земляк, с рубцовки, говорит, да ладно, что вы, вы лучше на пальцах объясните, почему человек с алкоголя дуреет? А он так оскорбился, ну что вы, ну зачем же так грубо дуреет? Ну конечно, если он некультурно напьется, да неумеренно. А я, говорит, вообще-то и не знаю. Но вы знаете, у меня есть предположение. У человека в голове, наверное, есть какая-то дурость. Он алкоголен, он пьется, дурость выходит, он дуреет, а проспится умнее становится. Дурость-то с него вышла. Ну похохотали, и мы над его наивностью. А что ж происходит на самом деле? Никакой дурости у человека в голове нет. Все происходит банально просто. Человек в силу невежества заливает в себя пиво, вино или водку, неважно. Спирт всасывается в кровь, повреждает, склеивает эритроциты. Эти склейки с кровотоком идут в мозг, закупоривают клетки мозга. Клетки мозга начинают кислородно голодать, клетки мозга начинают в массовом порядке погибать, нормальная работа коры головного мозга нарушается, и человек поэтому дуреет. Причем процесс одурения у разных людей протекает по-разному. У одних в первую очередь разрушается затылочная часть, вестибулярный аппарат. Их вот так болтает. У вторых разрушается нравственный центр. Про этих говорят, это он пьяный сделал, трезвый бы имени, так все правильно. Человек под действием алкоголя становится сумасшедшим. У него клетки, контролирующие поведение, убиваются алкоголем. У третьих разрушается память. Медицина знает тысячи случаев, когда наутро пьяница не мог вспомнить, где был, с кем пил, чего делал. У него там рубец палит с толщиной. Владимир Высоцкий, который в 42 года погиб от алкогольно-табачных наркотических отравлений, он эту проблему на себе знал лучше, наверное, всех нас вместе в детстве. И в одной из своих ранних песен написал, «Ах, где был я вчера, не найду днем с огнем, только помню, что стенки с обоями». Все клеточки за вчерашний день годкой убил, единственные две остались живы, запомнили, стенки-то были с обоями. Что же происходит дальше с этими убитыми клетками? Это человеческая ткань. Температура 36 градусов. Начинают разлагаться. Чтобы эти клетки не отравили мозг, организм закачивает под череп значительное количество жидкости. А тогда жидкость утром вытавит, как тисками пьяницы голову с похмельем. Эта жидкость растворяет погибшие клетки и наутро через мочеполовую систему выводит все это дело в городскую канализацию. Поэтому запишите все абсолютно точный научный аппарит. «Тот, кто пьет вино и пиво, тот наутро мочится собственными мозгами». Абсолютно точный научный аппарит. «Тот, кто пьет вино и пиво, тот наутро мочится собственными мозгами». Ну и в заключение еще одну маленькую тему. Напишите название «Энергетическая концепция наркотиков». «Энергетическая концепция наркотиков». «Теория наркотиков». «Энергетическая концепция наркотиков». «Все религии мира утверждают, что у каждого человека есть душа. Но те, кто в Бога не верит, почему-то все сразу поверили, что у каждого человека есть биополе. Так? Вот в биополе все поверили в раз и навсегда. По-видимому, биополе – это и есть та самая душа. Кроме того, в обществе есть люди, которые называют себя экстрасенсы. Некоторые эту душу просто видят вокруг человека. Некоторые что-то руками чувствуют вокруг человека. Очень многие маятники начинают маятник качаться. Почти все рамочкой в медную трубку вставляется кривая медная проволочка. И вот несет, 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 и вдруг на каком-то расстоянии либо резко откидывает, либо резко придавливается эта проволочка. Так вот, все эти экстрасенсы говорят, что это биополе вот так вокруг человека шариком сосредоточено. Кроме того, все эти экстрасенсы утверждают в один голос, что всякий раз, когда человек выкуривает сигарету, он примерно 25% своей энергетики разрушает. Запишите. Курение разрушает 25% энергетики. Курение. Курение разрушает. Запишите, пожалуйста. Курение разрушает 25% энергетики. Умеренный алкоголь, умеренная выпивка. Примерно 50% разрушает энергетики. Умеренная выпивка. 50% разрушает энергетики. Верующие люди говорят так. Человек с помощью дьявольского зелья, алкоголя и табака, часть своей духовной энергии выбрасывает дьявол. Дьявол эту энергию отдает. Другие наркотики, запишите. Алкоголь, табак это тоже наркотики. Другие наркотики более 80% разрушают. Другие наркотики более 80%. Если человек разрушает 90% энергетики, он падает и не может идти. И вот вы завтра, послезавтра на улицах увидите валяющихся пьяных людей. Это люди, которые с помощью алкоголя разрушили более 90% энергетики. Они лежат, нет энергии. И встать, сообразить, куда пойти, что сделать. Если человек разрушает 100% энергетики, то как это называется, кто знает? Это называется смерть. Но смерть соратники, смерть эрозии. Вот человек жил, заболел и умер. Что про этого человека говорят? Этот человек отдал Богу душу. А человек, который себя убил алкоголем, табаком, наркотиками, кому он свою душу отдает? Он свою душу отдает дьяволу. Так вот, знайте, соратники, всех и всем расскажите. Люди, погибшие от алкоголя, табака и наркотиков, православная церковь их считает самоубийцами. Их запрещено хоронить вместе со всеми на кладбище. Их запрещено отпевать церкви. Их поминать даже запрещено в разговоре. Потому что эти люди душу отдали не Богу, а душу свою они отдали дьяволу. Запишите еще. Сквернословие 10% разрушает энергетики. Сквернословие 10% разрушает. Всякий раз, когда человек разрушает свою душу и отдает часть энергии дьяволу, дьявол за это человека награждает так называемым дьявольским удовольствием. Человеку нравится. Напился, гы-гы-гы, накурился, га-га-га, наматерился, о-о-о-о. То есть дьявол ему дает за это удовольствие, понимаете? Не просто так. Запишите еще. Рок-поп-музыка примерно 15% разрушает энергетики. Рок-поп-музыка разрушает 15% энергетики. Особенно тяжелый рок. Эти исследования были проведены, как ни странно, не в нашей стране, а в США и в Канаде. Доктор-профессор Рыженбай проводил эти исследования, доказал, это сатанинская мудыка, разрушающая энергетику и души человека. Да, молодежи нравятся, но и пьяницы, и пить нравятся. Наркоману и колоть себя нравятся, так сказать. Конечно, нравится. Дьявол за это дает удовольствие. Вот против этого соратники никто не спорит. Споры начинаются дальше. У нас появились в обществе борцы за права человека. Не жульте, пожалуйста, если можно. Уберите это. Отвлекайте вас и меня. У нас в обществе появились борцы за права человека. И эти борцы визжат и кричат. Хочет человек себя водкой убивать? Пусть убивает. Не вздумай помешать. Вот это и есть его главное право в жизни. Самому себя водкой взять и убить. Это его личное дело. Но когда с этим вопросом разбираешься серьезно, выясняется, что дело это не личное, а дело это общественное. Судите сами. Вот есть человек, курит, пьет, разрушает свою энергетику, а у этого человека есть мать. А природа устроена таким хитрым образом, что на энергетическом уровне родители и дети связаны как два сообщающихся сосуда. У них в семье единый уровень энергетики. И вот он курит, пьет, разрушает свою энергетику. У него энергия понижается. И хочет он того или не хочет, хочет того его мать или не хочет, автоматически энергия от матери перекачивается сыну. И у матери энергия понижается, а у сына повышается. Так устроена природа. Природа устроена не на сохранение индивида, а на сохранение рода. И если кому-то в роду плохо, другие члены рода автоматически делятся с ним своей энергетикой. Знают ли люди об этом? Вы знаете, люди об этом знают и знают прекрасно. В какой бы я город ни приехал, ко мне приходят плачущие матери. Владимир Георгиевич, помогите, пьет сын, страшно пьет сын. Вы знаете, он этой пьянкой жизнь с меня высосал. Мать слова даже такое говорит, высосал. Потому что мать понимает, что что-то очень важное сын с нее пьянкой сосет. Он с нее энергию сосет. У этого человека есть жена. И в какой бы я город ни приехал, ко мне приходят плачущие жены. Владимир Георгиевич пьет муж. И вот вы знаете, он пьяный домой приходит, он закуривает, меня аж все трясет. Я смотрю, молодая женщина. Я говорю, а вы чем думали? Вы чем думали? Вы когда замуж выходили, вы о чем думали? Он что, ангел у вас был? Не пил, не курил? Да нет, понимаете, выходила замуж, он и пил, и курил. Но меня как-то это сильно не касалось. А вот ребенок родился, вот он пьяный за... О, ребенок родился. Смотрите, как интересно. Поженились мужчина и женщина. В церкви они не венчались. Они люди чужие. Между ними этой связи нет. Он курит, пьет, гуляет, и это ее касается, но не трясет. До того момента, пока не рождается общий ребенок. Как только родился общий ребенок, папаша сосет энергию из ребенка, ребенок сосет энергию из матери. Мать затрясло. Знают люди об этом? Знают и знают прекрасно. Вот глава семьи задержался на работе. Ну, по работе. 7, 8, 9 его нет, дома все спокойно. Но вот он не на работе задержался, а где-то ядом алкогольным себя травит. А дома все уже вот так ходят, как говорится, знают, приползет на рогах, так сказать, энергия уже туда пошла. Уже кто не знает, каким он придет. Сейчас у нас в школах появилось очень много, так называемых, трудных детей. Трудные дети, это несчастнейшие дети, из которых дома и отец, и мать сосут энергию вдвоем. И вот этот энергетически обглоданный ребенок приходит в школу. Он начинает дерзить учителю. Чтобы учитель на него кричал, ругался, учитель в этот момент ему энергию отдает. Учитель домой приходит, как выжатый лимон, но трудному ребенку он энергию свою отдает. Этот трудный ребенок начинает слабого бить, чтобы слабый боялся, и он через страх с него энергию скирает. Но будьте уверены, как только он подрастет, этот трудный ребенок, он отца с матерью в могилу быстро захватит. Он обратный процесс, наладит. У меня в Омске на одно из занятий приехало двое молодых людей. Приехали на Мерседесе, все в золоте, дождались конца занятия, подходят, и очень уважительно меня спрашивают. Владимир Георгиевич, не могли бы вы полечить нашего ребенка? Вы знаете, какой-то он хилый, болезненный, очень плохо развивается. Всех экстрасенсов, каких только в Омске приезжали, мы к нему возили, они над ним колдовали, а ему все хуже и хуже. А вот у вас, говорят, на занятиях вообще чудеса случаются. Вот мы бы хотели, чтобы вы его индивидуально полечили. Насчет денег не беспокойтесь, сколько скажете, сколько, так сказать, заплатим, наворовали много проблем не будет. А я смотрю, я говорю, так вы же оба курите. Они говорят, ага, оба курим, курим, да. Я говорю, а с алкоголем как? А у нас вся работа только через алкоголь, у нас без этого и работы не будет. Я говорю, а чего вы хотите? А хотим, чтобы ребенка будет полечить. Я говорю, а с чего у вас ребенок-то будет здоровый? Вы в два горла из своего собственного ребенка, последнюю жизненную энергию соседа. С чего же он будет здоровый? Это вас надо палкой загонять на эти курсы и вас лечить и от этого, и от этого. Ой, нет, нет, извините, простите. Задом-задом на Мерседесы уехали. А при чем тут ребенок? Ребенок-то здесь ни при чем. У меня в Москве одна женщина после этих занятий подошла, чуть не рыдая, просит. Владимир Георгиевич, Христа ради прошу, поговорите с моим мужем. У них в семье ребенок эпилептик. А у детей эпилептиков энергетика уже на грани срыва, очень слабая. И вот она говорит, муж пьяный домой приходит, ребенка трясет. Муж в комнате закуривает, ребенок к ластону пристал. Я ему говорю, ты что делаешь? Он хохочет, а это все лекарства твои довели. Да какие же тут лекарства? Запишите все. Употребление алкоголя, табака, других наркотиков. Употребление алкоголя, табака, других наркотиков. Это высасывание энергии, здоровья и жизни из своих собственных детей. Употребление алкоголя, здоровья и жизни из своих собственных детей, родителей. А через них из родных и близких людей. А через них из родных и близких людей. Это самое отвратительное явление в нашей жизни называется энергетический вампиризм. Самое отвратительное явление в нашей жизни называется энергетический вампиризм. Я вам уже говорил, соратники, что я очень много езжу по всей стране. И надо сказать, что наша деятельность вызывает живой интерес у всех средств массовой информации. Куда бы я ни приехал, со мной теле, радио, интервью, газеты и прочее. Но я заметил, что 95% всех интервью со мной никогда так до читателя, до зрителя и не доходят. А если что-нибудь опубликуют, то что-нибудь там про глизму, про глаза, вот это можно. И я вдруг понял, соратники, что вот то, что я вам здесь рассказываю про алкоголь, табак и наркотики, оказывается, нашему народу эту информацию знать категорически запрещено. Категорически запрещено. Вы можете любой разврат пропагандировать по телевизору. Слово правды об алкоголе, табаке, наркотиках вам никто никогда не даст сказать. Но есть иногда корреспонденты, у которых у самих в семье уже страшное положение. Они хотят сами допытаться. И говорят, Владимир Георгиевич, вы самый крупный в нашей стране специалист по проблемам отрезвления. Вот скажите, что в этой проблеме алкогольно-табачной и наркотической самого страшного? Чем наших детей нам своих напугать? Я всегда говорю так. Страшно то, что алкоголь, табак, наркотики разрушают генофонд наследственность народа. Уничтожается генофонд нашего народа. Идет вырождение, это страшно. Это уже видно на глазах, что идет вырождение. Страшно то, что алкоголь, табак, наркотики убивают людей в расцвете сил. Идет просто убийство народа, массовое, миллионное убийство в год нашего народа. Это тоже страшно. Страшно то, что алкоголь, табак, наркотики оглупляют людей. Идет оглупление нашей нации. Но самое страшное и отвратительное в этой проблеме то, что у нас в стране соратники одурело старшее поколение. У нас одурело старшее поколение. И это одуревшее старшее поколение качает сомнительные дьявольские алкогольно-табачные радости, не давая нормально развиваться и войти в жизнь поколению подрастающему, своим собственным детям. Вот это самое страшное и отвратительное, что есть в этой проблеме, вот этот энергетический вампирик. Как вообще обязан родитель воспитывать своих детей? Каждый родитель должен приходить домой обязательно трезвым, в хорошем расположении духом. Он должен с ребенком поиграть, чему-то научить, в процессе общения добавить ребенку энергию для развития. Я вот вспоминаю, как меня мама воспитывала. До пятого класса каждый вечер она ко мне приходила в комнатку, когда я засыпал. И обязательно что-то хорошее-хорошее мне на ушко пошепчет. И обязательно она мне на лобик подует, чтобы у меня все мысли дурные из головки ушли. Я, может, потому такой и вырос. У нас-то что сейчас в семьях творится? Подумайте только, что в семьях-то сейчас в наших творится. Убрали все из рук, потерли все руки до тепла и сделаны пальцы. Так глазки все закрыли, успокоились, расслабились. Начинаем наш вечерний памятник. Начинаем расслабление мышц наших глаз. Наши глазки хорошие. Наши глазки отдыхают. С каждым днем наши глазки видят все лучше и лучше. Мышцы наших глаз расслабляются. Весь наш зрительный тракт расслабляется. Сегодня мы совершили еще один решительный шаг в деле разрушения программ вредных привычек в нашем сознании и подсознании. Мы ходим на занятия в народный университет, набираемся знаний, умений для того, чтобы помочь себе очистить сознание, душу, тело, избавиться от вредных привычек, болезней, восстановить свое здоровье, зрение. А также выходим для того, чтобы, освоив психоанализ Шичко и метод Бейца, научиться помогать другим людям. Действительно, заранники, за окнами нашего зала огромная страна. Великий народ буквально гибнет в невежестве. И кто, если не мы, расскажет людям всю эту страшную правду о них? Сегодня мы узнали об энергетической концепции наркотиков. Оказывается, употребление алкоголя, табака, других наркотиков, это не просто личное дело каждого, а это высасывание энергии, здоровья и жизни из своих собственных детей, родителей, а через них из родных и близких людей. Это самое отвратительное явление в нашей жизни называется энергетический вампиризм. Знайте, соратники, об этом. Знайте и помните всегда. Сегодня мы также узнали о простом и эффективном способе очистки организма на клеточном уровне чуде голодания. И завтра у всех у нас праздник души и тела, день лечебного голодания. Мы будем очищать каждую клеточку своего драгоценного организма от алкогольных, табачных, пищевых и экологических шлаковых ядов. Вечером мы выйдем из голода с помощью живых продуктов, не более 400 грамм. Я верю, соратники, что все вы с достоинством и честью выполните и это домашнее задание, проведете 24-часовое лечебное голодание и получите прекрасный результат. Сегодня дома, вечером, перед сном, нас ждет большая работа по очищению сознания, души, тела. Это обливание по системе его нога. После этого мы согреемся, сделаем несколько согревающих упражнений, наденем на себя что-то теплое и выполним домашнее задание. Напишем сочинение на тему «Мои глаза», как, когда и почему я терял зрение. Закончим сочинение обязательным разделом «Я обещаю своим глазам». Обещаю любить свои глазки, помнить о них, заботиться, давать им отдых, расслабление, тренировку. Каждый час я буду делать пальминг, 3-4 раза в день я буду делать солимизацию глаз на солнышке, я буду делать специальные упражнения для глаз, и мои глазки будут мне служить. Прекрасно будут служить всю мою жизнь. После этого, с учетом всех замечаний и пожеланий, на пятерку с плюса, мы напишем дневник коррекции зрения, номер 3. В своих дневниках многие из вас пишут, что вам нравятся наши занятия, что вы даже не устаете здесь по три с лишним часа. Спасибо вам, соратники, за ваши добрые слова. Поверьте, что они нам тоже нужны в нашей нелегкой работе. Ну а впереди, впереди всех нас ждет еще много новых удивительных открытий, открытий и побед над своими пороками. Жизнь, зрение, жизнь. А сейчас у всех глаза закрыты, ладошки на носу, сели все прямо. Все под ладошками глазки слегка зажмурили, ослабили, зажмурили, ослабили, зажмурили, ослабили. У всех глаза закрыты, ладошки сняли. И все носом на доске написали, дать людям зрение. Дать людям зрение. А сейчас глазки все промокнули, как дети, вздохнули глубоко, выдохнули. И открывая глаза, быстро-быстро моргали. Поморгали, 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 поморгали. Посмотрели все друг на друга, посмотрели на меня, посмотрели на зал, порадовались новым краском, которые у вас открываются перед глазами. На этом наше сегодняшнее занятие закончено. До свидания. Всего вам доброго.